Продолжение следует... Мы рассмотрим вопросы как диагностики, так и лечения. Опять же говорю, не все, а лишь те, которые вызывают в том числе у нас определенные сомнения, определенные дискуссии. Я с удовольствием представляю нашего первого докладчика. Это будет Долбов Артем Леонидович. Это наш врач-радиолог, тот самый человек, от которого мы зачастую требуем ответов на наши вопросы. Артем Леонидович давно работает в нашем ПЭТ-центре, в Центре радиологии и хирургии Менигранова. И, как правило, именно его мы пытаем, а он нам задает вопросы, зачем. Артем Леонидович, если вы готовы, с удовольствием предоставляем вам слово. Здравствуйте, уважаемый Денис Георгиевич. В своем докладе я расскажу о возможностях ПЭТ-КТ с Галлием ПСМА в диагностике рака предстательной железы. Актуальность действительно очень высока, так как рак предстательной железы занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости мужского населения. И за 2021 год выявлено более 40 тысяч новых случаев этого заболевания. Рекомендации по диагностике и стадированию данного заболевания предлагают использовать для оценки распространенности по категориям Т, МРТ, по категориям Н, КТ или МРТ органов брюшной полости и по категориям Н, остеосцентеграфии. В национальных и международных рекомендациях про ПЭТ-КТ с ПСМА пока что нет никаких указаний о применении данной методики в практике. Посмотрим, что лучше ПЭТ-ПСМА, либо КТ, МРТ, ОСГ вместе взятые. Несколько слов о механизме работы ПСМА в диагностике рака предстательной железы у 80% случаев. Почему 85%? Потому что по данным литературы известно, что только 85% раков предстательной железы есть в экспрессии рецепторов ПСМА. Итак, что же такое ПСМА? ПСМА – это молекула, которая состоит из двух частей. Это ПСМА-легант и лампочка, в данном случае это галлий, которая нам подсвечивает ярким сигналом. Когда радиофарм препарат попадает в организм путем внутривенного ведения, то он устремляется к рецепторам ПСМА, которые располагаются на клетке рака предстательной железы. Он с ними связывается и проникает внутрь клетки, накапливаясь там. Когда он накопился там, мы видим это в виде очагов гиперфиксации радиофарм препарата в организме. Как это выглядит в норме? Активное накопление радиофарм препарата в слезных, слюнных железах, сосудах, печени, селезенке. И мы видим накопление в почках и мочевом пузыре на мочеточниках, так как этот препарат выводится с мочой из организма. При патологии на фоне физиологического накопления радиофарм препарата в вышеуказанных локализациях мы видим активное накопление в костях, лимфатических узлах, предстательной железе и других органах и ткани. Такое накопление характерно для распространенного метастатического процесса, о котором мы с вами немного позже поговорим более подробно. В нашем центре мы работаем с этим препаратом уже с 2015 года и на сегодняшний момент выполнено более 12 тысяч исследований. До появления галлия мы работали с фтордезоксиглюкозой и с холином, как и большинство центров. Вот в 2015 году появился галлия, мы с ним стали активно работать и мы львиную долю исследований, конечно, проводим в диагностике рецидива заболевания. И только 10% в первичном стадировании. Хочу заметить, что мы не отбираем пациентов сами. В наш центр пациенты приезжают из разных регионов уже с направлением на это исследование, а мы их уже обследуем по факту, как они к нам приехали. Хотел бы еще отметить особенность нашей работы в том, что мы работаем в тесной связи с врачами-радиотерапевтами и хирургами. Это очень важно для нас, так как в радиологии, да и не только радиологии, а и вообще лучевые диагносты не могут находиться в вакууме. И нам нужна всегда обратная связь, чтобы повышать свой уровень знаний, плюс нарабатывать опыт, и плюс коллегиальное принятие решений приводит к улучшению выявляемости и улучшению выживаемости населения. Основные задачи, которые стоят перед ПЭТ-КТ в оценке распространенности ракопрестательной железы, это стадирование по категориям М и М, так как ПЭТ-КТ позволяет видеть то, что не видят другие методы исследования. По категории МТ ПЭТ-КТ уступает МРТ, так как МРТ обладает более высоким пространственным разрешением и его не зря называют «золотым стандартом» в диагностике заболеваний малого таза и, в частности, предстательной железы. Также одна из задач, кстати, очень современная, так как это сейчас очень сильно развивается, это оценка рецепторного статуса для диссеминированного ракопрестательной железы при планировании радиолегантной терапии либо аютецием, либо актинием. Это направление сейчас очень популярное, и оно очень сильно большими шагами движется в Российской Федерации. Выявляется много центров, которые работают с этими препаратами. Разрешите поделиться интересным клиническим наблюдением, в частности, выявлением метастатического поражения лимфатических узлов. На данном слайде представлен пациент с больной раком предстательной железы, глистин семерка, 4 плюс 3, уровень ПСА достаточно высокий. По данным МРТ, имеется понимание, что поражена только предстательная железа. Данных за поражение лимфатических узлов и костей не выявлено. Этому пациенту выполнено ПЭТ-КТ с галием ПСМА, и мы видим активное накопление предстательной железы в лимфатических узлах таза малого и забрюшинных лимфатических узлах. Характерной особенностью данного примера является то, что поперечный размер лимфоузлов как в тазу, так и в брюшной полости не превышает 8-9 мм, что является нормой для методов анатомической визуализации, таких как МРТ и КТ, где критерием метастатического поражения лимфоузлов является увеличение поперечного размера свыше 10 мм. Кроме этого, у данного пациента имеется еще и поражение надключительного лимфатического узла. Вот он обозначен. Этот лимфатический узел был удален и было подвержено морфологическим исследованием поражения метастазом, данного лимфатического узла. Еще один интересный пациент, 72-х лет, с глиссоном 8, ПСА 13,4. По данным рутинных методов обследования, выявлены метастатические очаги в ребрах. Этому пациенту выполнено ПЭТ-КТ, и мы видим активное накопление радиофарм препарата в обозначенных ребрах. Помимо этого, в дополнение ко всему, мы нашли еще несколько очагов в костях без структурных изменений. Вы видите активное накопление в телах позвонков, в лопатках, в ребре, но при этом никаких структурных изменений в костях не выявлено. При этом уровень накопления радиофарм препарата достаточно высокий. Плюс этого исследования Галия Пасамова в том, что данные очаги не выявлены при КТ и УСГ. Мы можем с помощью ПЭТ-КТ обнаружить такие вещи, которые не видно на таких рутинных методах обследования. Выявление метастатических очагов в костях без структурных изменений – очень интересная тема. Как в данном случае у пациентов 64 лет с высоким риском, с раком препарата железы высокого риска. По данным рутинных методов обследования у данного пациента не выявлено никаких структурных изменений в костях. Но при выполнении ПЭТ-КТ мы видим обширное метастатическое поражение костей в телах позвонков. Мы видим, что очаги накопления есть и в костях таза. Но при этом структурно мы ничего не видим. Чем хорош данный случай? С помощью ПЭТ-КТ мы из пациента, которого планировалось выполнение радикального хирургического лечения, мы перевели его в пациента с метастатическим распространением ракопредстательной железы. То есть если бы этого пациента прооперировали, у него был бы рецидив, и выполнение, по сути, радикальной простатэктомии никакой не сделало бы положительной выгоды для этого пациента. Динамики мы этого пациента отследили, и эти очаги в костях, которые мы не видели в структурных изменений, получили остеобластический компонент в их структуре. То есть в течение одного года пациент получал терапию, и мы видим появление бластических очагов в местах, в проекции очагов, которые были без структурных изменений на платье. На данном слайде представлена чувствительность и специфичность методов лучевой диагностики в диагностике метастатического поражения костей. Как вы видите, галлия ПСМА обладает наилучшими показателями чувствительности и специфичности по сравнению с остеосцентографией, ПЭТ-КТ с торидом натрия, с холином и магниторезонансной томографией. Еще одним моментом использования данного радиофармпрепарата является применение при высоком уровне ПСА и негативных результатах биопсии. Как в данном случае пациенту по результатам МРТ был выставлен ПАИРАЦ-3, и достаточно непонятная ситуация. Ему сделали биопсию, она была негативная, потом сделали через какое-то время биопсию, еще раз она была негативная, при этом ПСА у пациента потихонечку подрастал. После этого пациенту было принято решение выполнить ПЭТ-КТ с галлием ПСМА, на котором мы обнаружили очаг накопления в левой доле предстательной железы, и потом уже с помощью фьюжн-биопсии прицельно из этого очага взяли ткань и получили аденокарцином. Важно отметить, что 15% случаев опухоли предстательной железы могут не экспрессировать эти рецепторы. Об этом нужно помнить, потому что мы тоже, как радиологи, не всегда можем ответить на вопрос, есть ли очаг или нет этого очага. Тут такой процент встречается, и иногда даже мы бессильно не можем ничего с этим поделать. Но, тем не менее, потихонечку науку движется, и будут, несомненно, появляться новые радиотрейсеры, которые будут отвечать на эти вопросы. Одним из важных моментов в нашей работе является применение этого препарата при диагностике рецидива ракоприцательной железы. Этот клинический пример очень показателен, так как очень часто к нам, к радиологам, приходят пациенты с уровнем ПСА 0,2, 0,1, и к нам их направляют в надежде выявить рецидив. Однако на таких низких цифрах ПСА выявляемость очень низкая. Вот данному пациенту при первом выполнении ПЭТ-КТ ПСА был 0,3 в 2018 году. При этом мы не видим никаких структурных изменений, которые говорят нам о том, что есть очаг патологического накопления. То, что вы видите, указанное белой стрелкой, это моча в мочевом пузыре. Как я уже говорил, препарат выводится с мочой, и накопление в мочевом пузыре затрудняет порой визуализацию. И мы не можем точно сказать, есть ли рецидив или нет. Спустя несколько лет этому пациенту потихонечку подрастает ПСА, и мы выполнили еще одну ПЭТ-КТ, на которой мы уже четко видим область рецидива вдоль неоанастомоза. Вот в таком случае уже с уверенностью мы можем сказать, что здесь действительно рецидив. Здесь выполнена потом биопсия и получена ткань аденокарцином предстательной железы. Было проведено достаточно большое количество исследований, посвященных диагностике рецидива ракопрестательной железы. И вот получили такие цифры, что чем выше уровень ПСА, тем вероятность обнаружения рецидива ракопрестательной железы повышается. И поэтому, да, как я уже говорил, в надежде к нам отправлять из ПСА меньше 0,1, 0,2, 0,3. И я в своей презентации как раз хотел бы подчеркнуть этот момент, что чем выше ПСА, тем вероятность обнаружения рецидива выше. И хотелось бы акцентировать на этом внимание. Кому же все-таки целесообразно? На наш взгляд, если взять опыт нашего отделения, то, конечно же, пациентам с уровнем ПСА 0,5 до 1 – это оптимальное выполнение ПЭТ-КТ, так как вероятность обнаружения рецидивов выше. Никогда не забываем про эти уровни ПСА, и вследствие этого будет результативность ПЭТ-КТ лучше. Сейчас хотел бы отметить такой нюанс, как применение радиолюганной терапии. Агалия ПСА-МА есть брат-близнец, так называемая теронистическая пара. Это люкеций. Его применяют при как раз метастатически распространенном ракопрестательной железы. Принцип работы у этих препаратов примерно одинаковый, за исключением того, что люкеций является лечебным препаратом, а галий – диагностическим. Люкеций, попадая в организм, связывается с рецепторами и проникает внутрь клетки. Внутрь клетки, так как этот препарат обладает и БЭТ-излучением, он работает с клетками ракопрестательной железы, разрушая их, приводя к смерти. Таким образом, он облучает эти клетки и выводит их из строя. Вот клинический пример применения этого метода при радиолюганной терапии. На первом слайде представлен пациент, которому выполнено исследование для этапа стадирования. Это всегда выполняется в самом начале, чтобы оценить, есть ли наличие этих рецепторов, с которыми может связаться люкеций ПСМА. И потом провели несколько сеансов терапии люкеции, и мы видим хороший ответ на проведенную терапию. Как мы видим, и снижение уровня ПСМА, и при этом активность накопления радиофармпрепарата гораздо меньше. И хотелось бы подвести итог. Выполнение ПЭТ-КТ с галлием ПСМА позволяет за одно исследование получить информацию о метастатическом поражении неувеличенных лимфоузлов разной локализации, метастатическое поражение костей при отсутствии структурных изменений по данным рутинных методов диагностики, и наличие ПСМА позитивной опухоли в предстательной железе при сомнительных результатах МРТ и отрицательной биопсии. И, конечно же, наличие источника рецидива рака предстательной железы. Кому целесообразно при первичном стадировании? Мы считаем, что оптимально это пациенты, у которых уровень ПСА больше 10, и сумма глиссена больше 7 баллов. Конечно же, когда есть несоответствие стандартных методов диагностики и клинических данных о стадировании рака предстательной железы. И, конечно же, для выполнения радиолеганной терапии с целью первичного стадирования и потом последующего контроля. Вот если руководствоваться этими принципами, то самая оптимальная взаимосвязь между радиологом и урологом будет достигнута. И с коллегиальным мы получим хорошие результаты как и в диагностике, так и в последующем лечении. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, Артем Леонидович. Да, Артем Ильич, добрый день. Я прошу прощения. У меня такой к вам вопрос. Вы, значит, я так понимаю, рекомендуете когда проводить ПЭД у больных после радикальной простатектомии с подозрением на рецидив? Вот какой минимальный вот этот вот уровень ПСА? Там 0,5, я так понял, да? Да, мы считаем, что, конечно, самое оптимальное – это от 0,5 и выше, так как вероятность обнаружения будет гораздо выше. Просто тут возникает какой вопрос? Ну, вопросов два. Первый. Вот по последним рекомендациям ССН, они вообще рекомендуют проведение сальважной лучевой терапии, как только мы преодолеваем уровень 0,1 нанограмм на миллилитр, то есть персистенция ПСА. Соответственно, при таких уровнях мы получить ничего не можем, а для нас это принципиально важно. То есть понятно, что есть рецидив, понятно, что человека надо облучать. Вопрос в чем? То ли это только ложе, то ли это, допустим, облучение всего таза с подведением ложе на, соответственно, буст на ложе. То есть объемы облучения разные, и вот это вот получается, что ПЭД при всем как бы любви и точности этого метода как бы в данной ситуации не помогает. Опять же, понятие ранней сальважной лучевой терапии, то есть мы, по идее, должны начать до 0,5 нанограмм на миллилитр, а мы до 0,5 ждем только для того, чтобы получить картинку. Просто мы постоянно в своей практике сталкиваемся вот с этой дилеммой, когда приходят пациенты, надо принимать решение ПСА 0,1, 0,2, сделаем, ничего не увидим, лечить надо. Вот ваше мнение по этому поводу, если можно. Да, эта тема очень актуальна, острая, и я уже неоднократно дискутировал на нее. Понимаете, в чем дело? Даже если сделаем исследование на 0,2, на 0,3, мы стреляем из пушки по воробьям, не получаем результата, и вы не получаете результата. Но при этом вы с закрытыми глазами, грубо говоря, начинаете облучать ложе и региональные лимфатические узлы. Вдруг у пациента будет повышаться ПСА, и получается, что не дождавшись повышения ПСА, и не получив информации о источнике рецидива, происходит облучение, и с надеждой на то, что попадем куда надо, но при этом вероятность этого попадания не всегда оправдана и не всегда близка к 100%, потому что встречаются лимфатические узлы и выше бифуркации брюшной аворты, которые вдруг загораются спустя повышение ПСА, например, на 0,2 не делали, ничего не получили, на 0,5 сделали, появилось. А тут уже пациенту провели лучевую терапию, и она получается неэффективна. Исходя из нашей практики, конечно же, я понимаю, что она идет немножко вразрез с рекомендациями, но вот мы пришли к выводу, что оптимально от 0,5 и выше. Да, может быть, чуть-чуть пациенту затянется принятие решения о выполнении облучения, но тем не менее, когда у нас будет понимание, что нужно облучать, тогда и имеет смысл, наверное, облучать. На мой взгляд, такой подход, по-моему, рационален. Но я, опять же, рассуждаю с точки зрения радиолога, диагноста, хирургом и радиолога. Спасибо, спасибо большое. Здесь, коллеги, на мой взгляд, момент какой. И как уже Артем Леонидович говорил, и при ПСА 0,5 мы можем, как в том фильме, 50 на 50 все-таки выявить, в том числе поражение метастатической лимфоузлов и локальный рецидив. Здесь, я полагаю, момент в том, что если бы ПЭТ был так же доступен, как КТ, то, в общем, ничего бы нам не мешало сделать пациенту, допустим, при ПСА 0,3 ПЭТ-КТ с галием ПСМА, например, получить, либо не получить результаты, но, опять же, этого пациента отслеживать. Вопрос точности диагностики, он стоит всегда, потому что стопроцентной диагностики нам не всегда, ну, стопроцентного ответа и морфологии-то не дает, хотя, казалось бы, вот есть материал. Сергей Александрович, ваше мнение по этому поводу у нас есть еще немножко. Мое мнение по этому поводу, вот такое, я для себя эту границу поставил, 0,5 нг на мл после радикальной простатектомии, а мы сейчас говорим о радикальной простатектомии, я правильно понял? И если идет повышение ПСА, там, 0,2, 0,3, то это лучевая терапия, если выше, то это ПЭТ-КТ. Почему? Потому что, ну, вряд ли отдаленные метастазы будут при ПСА 0,2, там, через 3 месяца после радикальной простатектомии. Скорее всего, это дело в агрессивности процесса или положительном хирургическом крае, или еще какие-то такие моменты, которые могут быть именно решены с помощью наших коллег, друзей, специалистов по проведению лучевой терапии. Если произошел резкий скачок, и мы видим ПСА-1, то тогда я уже к Роману Владимировичу не отправлю этого пациента, а если я отправлю, то через кабинет Артема Леонидовича. Вот так. Да, Сергей Александрович, у меня вопрос из чата, я его немножко перефразирую. Вопрос такой, может сразу тогда проводить всем пациентам, я так понимаю, ПЭТ-КТ, исключив рутинные методы диагностики? Или все-таки, если у пациента после радикальной простатектомии через 3 месяца ПСА, например, единица, будете вы ему делать сцинтиграфию скелета, КТ трех областей, или сразу будете стараться сделать ему ПЭТ-КТ? Нет. Рутину вы оставите? Рутину оставим, да, потому что ни сцинтиграфия, ни КТ грудной клетки брюшной полости, они до достижения уровня ПСА-7-10 нанограмм на миллилитр, они ничего точно нам не дадут. Они либо заведут не туда, в сторону гиперлечения, либо, наоборот, какие-то клинические очаги не выявят. Поэтому тут уже удел ПЭТ-КТ. Совершенно согласен и дополню. Как уже было сказано докладчикам, мы должны помнить о тех самых 15% пациентов, которые просто не отреагируют на ПЭТ-КТ с галлием ПСМА в силу отсутствия рецепторов на клетках. И поэтому рутину мы ни в коем случае забывать не должны. Вопрос, есть ли сцинтиграфия скелета, к примеру, недоступна, а такие регионы у нас есть, и мы знаем это. Быть может, в редких случаях, Артем Леонидович может со мной согласиться, может нет, заменить КТ трех областей сцинтиграфию скелета, потому что просто на месте это нельзя сделать. Может быть, заменить это ПЭТ-КТ с галлием ПСМА, которое можно выполнить в рамках, собственно, бесплатного обследования. Артем Леонидович, вы будете обследовать таких пациентов или опять будете ругаться, что мы направили вам не тех больных? Я хотел допомнить то, что рутину действительно нельзя забывать, потому что, как Денис Георгий сказал, что есть такая ПСМА негативная ткань. Бывают моменты, когда ПЭТ-КТ по диагностике рецептивов не может ответить на вопрос, есть ли в ложе или нет. И тогда в таких случаях я рекомендую пациентам выполнить МРТ малоутаза с контрастированием, чтобы оценить предметно ложе предстоятельной железы. А по поводу сравнения или замены КТ на ОСГ, если нет других вариантов, то ничего не остается, как работать с тем, что есть. А вот нам коллеги из Института онкологии Петрова так убедительно в ходе последней конференции про аффект КТ рассказывали, что это метод, который такое, ну, не то чтобы промежуточное между ПЭТ-КТ и рутинными методами исследования занимает место, но и много чего дополняет. Что вы думаете? Сейчас появляются новые радиофармпрепараты для аффекта, в частности, там, технец и ПСМА. Он как аналог галлия ПСМА, там есть небольшие изменения в структуре, но есть определенные моменты, которые позволяют исключить ложноположительные случаи, которые возникают при обычном аффекте, в частности, там, накопление при переломах, фиброзно-дисплазиях различных, а также очагах гиперфиксации во время остеохондрозных дел и так далее. Вот, когда эти методы будут повсеместно доступны, как обычный аффект, да, вот это, я имею в виду, что аффект ПСМА, тогда и, может быть, имеет смысл меняться. Но с учетом того, что они появляются только-только на рынке, я пока что думаю, регионам проще съездить, сделать ПЭТ-КТ с галлием в тех центрах, которые есть, чем ждать, пока это произойдет с аффектом их. По чувствительности и специфичности, мне кажется, пока сложновато бодаться с ПЭТом. Коллеги, спасибо, мы должны двигаться дальше. Сергей Александрович, прошу вас. Мой доклад в какой-то степени оказался продолжением доклада Артема Леонидовича, который уже поднял тему отбора пациентов, да, так скользко снувшись с помощью ПЭТ-КТ. И я в этом направлении тоже пару слов скажу. Но если брать на вот такой клинический диагноз, да, Т3Н1М0, то, наверное, местная распространенность немножко затмевается поражением региональных лимфатических узлов как более значимым фактором, поэтому я в своем сообщении сделал акцент именно на поражение региональных лимфатических узлов. Давайте сразу начнем с национальных рекомендаций, которые рекомендации прошлого года, эти еще в одобрении рекомендации этого года, которые говорят о том, что рекомендуется выполнять радикальную простатоктомию пациентам с клиническими определяемыми метастазами в лимфоузлах только в рамках клинических исследований. И вроде бы тут хочется и закрыть эту тему и тему хирургии при региональных метастазах рака пристательной железы. Но что лежит за этой фразой, как мне кажется, намного более интересно. И обсуждая это, надо начать с определения. Определения однозначного не существует. Разные ассоциации трактуют регионарное поражение лимфатических узлов по-разному. Так, например, Европейская ассоциация урологов это трактует как рак пристательной железы очень высокого риска. Тогда как Американская онкологическая ассоциация NCCN вообще в обсуждении того, высокий, очень высокий риск или какой-то другой локализованный или местно распространенный процесс не упоминает наличие лимфатических узлов, подразумевая тем самым, что это уже метастатический процесс. Обратите внимание, очень высокий риск рака простаты по классификации NCCN. Это низкодифференцированная опухоль, это Т3Б и выше, то есть местно распространенный процесс. Это количество столбиков с агрессивной опухолью и вообще не упоминается про регионарные лимфатические узлы. Соответственно, если европейцы считают, что это потенциально курабельный, допустим, у всех пациентов курабельный процесс, то американцы этот вариант исключают. Частота выявления клинически позитивных лимфатических узлов, как мы уже говорили про эти методы, традиционная диагностика составляет 5-10%, не так много. Но если этим же больным в докладе Артема Леонидовича прозвучало о том, что в сомнительных случаях мы можем рекомендовать и рекомендуем и выполняем достаточно большому количеству пациентов для уточнения диагноза и распространенности выполнения ПТТ, и тогда выявляется еще у каждого третьего пациента клиническое подозрение на поражение регионарных лимфатических узлов. И именно поэтому не у всех у этой трети пациентов будет действительно поражение регионарных лимфатических узлов. Примерно до 50% это будут сложные результаты, и именно поэтому данный метод до сих пор не стал стандартом обследования больных раком простаты высокого риска и очень высокого риска, то есть с подозрением на регионарные лимфатические узлы. Собственно, это и есть нюанс номер один, который приводит к такой мысли, что при том, что ПТТ выявляет большее количество клинически позитивных регионарных лимфатических узлов, но средний объем поражения лимфоузлов меньше. Большинство этих пациентов оказываются с одним единственным пораженным лимфатическим узлом, а значит теоретически могут быть излечимы радикально. Единственное, точнее недавнее, последнее исследование, которое было посвящено локальному лечению при клинически пораженных лимфатических узлов, это системный обзор, который включил всего лишь пять исследований, вот они все перечислены, большинство были посвящены лучевой терапии, собственно, лучевая терапия имеет гораздо более высокую доказательную базу в плане проведения локального лечения при клиническом поражении регионарных лимфатических узлов, хотя бы за счет того, что у них в плане проведения лучевой терапии имеется одно проспективное исследование, это один рукав базы стампид, у радикальной простатоктомии, у хирургов, такие-то исследования нету. И единственное исследование, которое было включено в этот системный обзор, это анализ СИСН, анализ национально-американской базы данных НСИДБ, и было включено почти две тысячи пациентов, обсервационное исследование, в котором было проведено сравнение радикальной простатоктомии лучевой терапии. Если сравнить тех пациентов, которым была проведена лучевая терапия, и тех пациентов, которым была выполнена радикальная простатоктомия, то мы получим, что пациенты, получившие лучевую терапию в сочетании с гормональной терапией, были старше, они имели более агрессивный процесс, и они имели более высокий уровень ПСА, это те показатели, которые достоверно между этими группами отличались. Собственно, во многом поэтому пациенты, получавшие простатоктомию с или без лучевой терапии, имели выше выживаемость по сравнению с теми, кто получил лучевую терапию, гормональную терапию. Поэтому, наверное, на эти данные не стоит серьезно полагаться. Но при этом, что, наверное, самое важное в этой работе, то, что пациенты, получившие локальное лечение, имели выше выживаемость по сравнению с теми, кто получил только гормональную терапию. И опять же, пятилетняя общая выживаемость, 84% при проведении радикальной простатоктомии по сравнению с 73-мя теми, кто получил лучевую терапию. Недавняя работа, исследование прошлого года, которая включила в себя 741 пациента, проличность с 2015 года. И в этой работе показано, что радикальная простатоктомия по сравнению с гормональной терапией ассоциирована с более высокой концертспецифической выживаемостью и более высокой общей выживаемостью. По сравнению с лучевой терапией, радикальная простатоктомия также не показала, прошу прощения, увеличение концертспецифической и общей выживаемости. То есть эти методы были в этом исследовании равнозначно исследование уже этого года маскини и соавторы всего лишь 50 пациентов имеющих клиническое поражение региональных лимфатических узлов достоверное различие между клиническим положительными клинически отрицательными лимфатическими узлами во первых это большее количество позитивных лимфатических узлов и чаще назначалась неодевантная гормональная терапия и опять же отсутствие различий канцеспецифической и общей выживаемости несмотря подчеркиваю на то что у одной когорты пациентов было поражение лимфатических узлов региональных у другой его не было ну и приближаясь уже к завершению своего сообщения я хочу продемонстрировать результаты опроса который был опубликован юрологи таймс это американское периодическое издание были опрошены пополам специалисты по проведению лучевой терапии специалисты по поведению хирургического лечения кому и в какой когорте пациентов тот или иной вид лечения назначается смотрите в возрасте до 65 лет больше половины пациентов получают радикальную простатоктомию с или без лучевой терапии только каждый четвертый получает лучевую терапию и еще каждый четвертый не получает какого-то локального лечения несмотря на то что это рак простаты высокого риска наверное это последняя цифра самая пугающая но при повышении возраста это расклад меняется в сторону проведи получение лучевой терапии только каждый третий пациент будет подвергнут радикальной простатоктомии ну и уже 75-летний выше когорта там уже совсем другая история там скорее идет речь о системной терапии качестве выводов наверное да можно сказать что хирургическое лечение у пациентов стадии ct3 n1 рассматривается только последние годы нет проспективных исследований низкий уровень доказательности данных отдельной группе пациентов радикальная простатоктомия может улучшить хирургические результаты ну конечно во первых у нас нет информации четкой что это за пациенты нет информации критериях отбора возможно пк ты возвращаясь к докладу артема леонидовича может быть исследованием отбора этих пациентов ну и конечно нам нужны проспективные исследования такую фразу написал качестве итоговой то что этот метод не изучен это не значит он плохой что он не работает нужны просто исследования которые могут сказать да это нужно пациентам с клиническим поражением региональных лимфатических узлов или нет не нужно спасибо большое за внимание сергей саныч большое спасибо так как вопросов чате пока нет у меня есть вопрос который я обязательно еще адресую и роман владимирович новиков сергей саныч зная высокую активность вашего отделения в университете когда к вам приходит пациент с вот подобные же высокой группы риска какой процент пациентов у вас получает консультацию радиотерапевта перед тем как вы будете с ним что-то делать ну примерный процент примерно 66 процентов две трети получат консультацию и примерно такой же процент получит пкт если не больше хорошо и продолжение значит как часто часто к вам приходят пациенты такие же точно пациенты от радиотерапевта я вот именно так спросил села до борисовича матвеева на и и и сотрудника специалиста по проведению лучевой терапии из его центра на что они с таким непониманием я надеюсь села бориса сейчас насмотрит и так сказать как как вообще такое может быть может быть по-другому мы сразу всех обсуждая сразу садимся и все и никто никому никуда не приходит сразу берем и обсуждаем это вот сидит справа роман владимирович слева мария владимировна и вот они и договариваются между собой ну когда конечно когда все добрый день уважаемые колени мы действительно договариваемся и договариваемся на им детей у нас теперь есть отдельные детей по онкоурологическим больным она проходит по четвергам в том числе где обсуждаются больные с заболеванием предстательной железы то есть это не просто нас на словах это действительно так и есть а можно я тоже выскажу свое мнение прошу прощения у меня потом будет вопрос хорошо по поводу до логистики пациентов естественно что от радиотерапевтов больные приходят крайне редко к урологам и также урологи очень редко посылают пациентов радиотерапевта все граничивается урологом потому что он первично смотрит больного ставит диагноз и предлагает первый метод лечения если пациент по каким-то причинам все-таки не хочет подвергаться хирургическому лечению тогда он ищет пути встречи с радиотерапевтом но это реальная практика хотим мы этого или нет вот поэтому им детей все конечно замечательно но в реальной жизни происходит по-другому поэтому достаточно много пациентов получает в том числе хирургическое лечение мы считаем неоправданно вот почему потому что выполнение оперативного вмешательства у данной категории больных имеет специфику мы это знаем это широкое сечение ткани ни о каком там нервосбережение прочим не идет то есть это как правило частое надержание мочи рактильная дисфункция и необходимость последующего спасительного лучевого облучения которое существенно добавляет скажем так в негативном плане качество жизни примерно так один момент забыли обмянуть роман владимирович примерно больше половины этих пациентов мы спокойно помеют инфра визикальную обструкцию и когда они придут к вам то это вы вернете этого пациента назад я прошу про я как раз про инфра визикальную обструкцию у меня будет слайд и я как раз за за обстрю внимание по поводу вот это именно этого момента коллеги учитывая то что вы мы еще не выслушали как минимум роман владимирович я предлагаю вернуться к марии которая хотела задать вопрос спасибо большое по поводу им детей это конечно интересный вопрос потому что даже если обратиться к законодательным актом то теперь в том числе для смены либо определения тактики ведения больного нам необходимо проведение консилиума и если тактика какая-то меняется то это на законодательном уровне прописано что необходимо провести проводить консилиум в том числе в составе радиотерапевта в этом консилиуме мой вопрос к сергей александрович спасибо за доклад мы с вами активно принимали участие в пятнадцатом семнадцатом году в внутреннем клиническом исследовании по неодевантной химио гормональной терапии прошло практически пять лет как изменилось ваше отношение к такой терапии стоит ли все-таки рассматривать перспективе это клиническое исследование потому что у нас за рубежом в россии это был не один клинический центр все-таки это осталось на уровне клинических исследований и обсуждение например о внедрении это в стандарты так и не произошло хотя например в частности например я получила достаточно интересные результаты о сокращении частоты позитивно-хирургического края на 15 процентов вот поменялось ли ваше мнение насчет частоты позитивного края вопросов как бы не было там все так и есть и гормональная терапия приводит к уменьшению частоты положительного края пока не поменялось но наверное лукавлю немножко поменялось после того как вы мы не знаю вы нашли дополнительные маркеры которые могут показывать улучшение результатов после проведения неодевантной терапии и в плане выживаемости без прогрессирования в частности я говорю про микро и ранка про поиск других маркеров которые в том числе и сейчас проводится я думаю что если эти методы исследования включить в рутинную стандартную практику хотя бы ну ладно в руки но они никогда не будут включены но в плане научного исследования я думаю что это может представлять интерес ну а за исследованиями которые сейчас проводятся перспективные исследования по проведения там нового новыми антиандрогенами неодевантной терапии да мы все следим и чего-то ждем спасибо большое спасибо коллеги продолжаем разговор как говорили известные личности роман владеевич новиков радиотерапевт это конечно не анестезиолог но тем не менее радиотерапевтическая служба она конечно прекрасно может быть чуть чуть менее доступна потому что хирургов банально больше если так вот взять центры которые проводят оперативное лечение и центры которые проводят на высоком уровне лучевую терапию рака предстоятельной железы находится так скажем в меньшем количестве количестве роман владимирович с удовольствием послушаем ждем значит тема моего доклада это длт при цт 3 на 1 и 0 как альтернатива хирургии значит ну я нас название доклада не не скажем так не выбирал иначе бы немножко по-другому сформулировал вот и вы поймете почему значит ну во первых я позволю себе немножко расширить группу больных не только т 3 на 1 вообще в принципе наверное буду говорить про лучевое лечение у больных групп высокого и крайне высокого риска потому что ну с какой-то поправкой о чем уже говорил сергей александрович наверное этих больных можно рассматривать именно так то есть не изолировать как n-плюс больных а именно больные группы высокого риска тем более что с точки зрения лучевого лечения тактика не меняется принципе а вот так значит первое по поводу альтернативы лучевой терапии как альтернативы хирургического лечения это слайд с сайта простат канцер знаете что это такое это в общем то тот сайт который позволяет в америке пациентов выбирать метод лечения здесь собраны данные исследований значит ну здесь мы видим группы высокого риска и сравнение хирургии красный цвет и синий цвет точнее вот так вот красный цвет это хирургия синий цвет это лучевая терапия это сочетанная лучевая терапия то есть сочетание дистанционной лучевой терапии и брахи терапии значит здесь в общем то то же самое только к дистанционной лучевой терапии брахи терапии еще добавляется гормональная терапия ну это принципе наверно графики говорят сами за себя, это по поводу эффективности двух этих методов лечения, то есть радикальной простатектомии, независимо от техники, и сочетанной, еще раз говорю, сочетанной лучевой терапией. Почему? Потому что, когда хирурги говорят слово лучевая терапия, они не понимают, что это очень большое поле, и существует огромное количество различных методик, между которыми, в отличие от хирургических методов лечения, имеется очень большая качественная разница. Значит, вот вы видите, опять же, на слайде нынешнее, это вот 2023 года, уже, скажем так, с небольшим опережением рекомендации НССН, где мы, в общем-то, предлагаем пациенту группу высокого и крайне высокого риска какие-то варианты лечения. Ну, понятно, что на первом месте стоит дистанционная лучевая терапия, либо в моно, либо в сочетании длительной андроген-депривационной терапии, и в конце уже, существенно ниже, стоит радикальная простатектомия. Значит, то же самое, только уже Н1+, пациенты. Также в качестве приоритетного метода рассматривается сочетанная лучевая терапия на фоне андроген-депривационной терапии, плюс вот появилось еще сочетание с абиротероном. Опять же, радикальная простатектомия стоит на вторых ролях у данной категории больных. Значит, это рекомендации Русско 2021 года. Значит, ну, по сути, это переводные рекомендации НССН. Опять же, если мы посмотрим вниз, то есть пациенты категории высокого, очень высокого риска, то на первом месте стоят, еще раз повторюсь, различные варианты лучевой терапии, то есть монотерапия ДЛТ плюс ДЛТ-сбрахи терапии на фоне длительной андроген-депривационной терапии. Значит, что такое лучевая терапия у пациентов групп высокого риска? Фактически есть три момента, которые определяют этот вид лечения. Первое – это, как правило, достаточно большой местный объем поражения, да, то есть это категория Т3А, Т3Б, то есть большой объем опухолевой ткани. Это высокий риск либо наличие, скажем так, поражения регионарных лимфоузлов. И достаточно часто это высокая сумма глисон, то есть глисон 8, 9, 10. Все это имеет определенное значение, так как такая гистологическая характеристика опухоли определяет ее, скажем так, радиорезистентность по сравнению, допустим, с опухолями групп низкого и промежуточного риска. Ну и, соответственно, что это для нас, радиотерапевтов, значит? Ну, это первое – это обязательное включение в объем облучения путей регионарного лимфоотока. Это либо элективное, в том случае, если нет клинических данных за непосредственное увлечение регионарных лимфоузлов в процесс, либо уже лечебное, когда такие данные есть. Кроме того, это назначение длительной андроген-депривационной терапии. И самое главное – это максимально возможная эскалация дозы в области предстоятельной железы. Опять же говорю о том, что процесс характеризуется большим объемом и высокой суммой глисоной, что это обуславляет необходимость, скажем так, модификации лучевой терапии с целью преодоления вот этой вот часто наблюдающейся радиорезистентности. Значит, вот локальные эскалации дозы. То есть, когда мы с хирургами часто дискутируем, то они приводят исследования, когда радикальная простатектомия является более эффективной по сравнению с лучевой терапией. Но приводятся так называемые исторические группы сравнения, когда стандартом было подведение к предстоятельной железе либо к опуховой ткани порядка 60-66 грей. Естественно, что при таких дозах радикальное хирургическое лечение превосходит с точки зрения вероятности достижения локального контроля по сравнению с лучевой терапией. Однако современные технологии позволяют эскалировать дозу, то есть повышать ее. И вот исследование очень известное, метаанализ, который показал, что после, скажем так, превышения суммарно-очуговой дозы на 1 грей после определенного значения, частота достижения выживаемости без биохимического риска рецидива увеличивается приблизительно на 2%. Поэтому если мы берем современную лучевую терапию, порядка 80 грей, мы понимаем, что она как минимум такая же, как радикальное хирургическое вмешательство, а в определенных ситуациях даже превосходит ее. Значит, и вот этот вот слайд объясняет необходимость вот этой вот локальной эскалации дозы. То есть в верхней части мы видим причины местного рецидива после радикальной простатектомии. То есть это либо позитивный хирургический край, либо переневральные инвазии, которые остаются в организме и с течением времени дают локальный продолженный рост. А что касается лучевой терапии, то все рецидивы местные, они локализуются внутри простаты. То есть даже если есть выход за пределы железы, то той дозы, которая есть, ее, как правило, достаточно для того, чтобы осуществить гибель опухолевых клеток. Но наличие большого объема именно в простате, то есть доминантного очага, иногда может приводить к тому, что остаются радиорезистентные клетки, которые дают вот этот вот рецидив. Поэтому с точки зрения лечения пациентов групп высокого, крайне высокого риска, очень важно эскалировать дозу. Значит, за счет чего это осуществляется? За счет буст или добавки, да, то есть стандартом является облучение путей регионарного лимфокорректора в дозе стандартной 50 грей, а на простату мы должны подводить добавку. Есть стандартный буст, то есть используется обычная лучевая терапия, то есть с разовой очаговой дозы 2 грей, стереотоксический буст, это маленькое количество фракций, достаточно высокой дозы. Ну и, скажем так, самый оптимальный – это брахиотерапевтический буст. Значит, в своей клинике мы используем брахиотерапевтический буст, как правило, используется высокомощностная брахиотерапия. Значит, на слайде представлены различные варианты сочетания дистанционного облучения и вот этого буст. То есть буст может быть до дистанционного этапа, внутри него, скажем так, либо после него. Значит, кроме того, в качестве брахиотерапевтического буст может использоваться и низкомощностная брахиотерапия. Однако брахотерапия с точником высокой мощности дозы имеет целый ряд технологических и радиобиологических преимуществ, поэтому именно она является идеальным бустом при проведении лучевого лечения у пациентов групп высокого и крайне высокого риска. Значит, понятно, что существует проблема лучевой токсичности. И вот Сергей Александрович знает, что в Первом медицинском институте после нашего лечения порядка 4 или 5 человек попало в реанимацию с колостомами. Мы проанализировали этот опыт, оказалось, что все пациенты, которых мы облучали, у которых были такие тяжелые осложнения, они получали вот эту добавку в виде стереотоксического буст. То есть, либо, допустим, пожилые пациенты, либо технические проблемы, то есть, выход из строя оборудования, а подразумевает необходимость подведения именно вот этого дистанционного стереотоксического буст, который, естественно, не обладает таким градиентом падения дозы и может привести к серьезным осложнениям. Сразу скажу, что при использовании высококомощностной брахотерапии подобных осложнений мы никогда не встречаем. Поэтому все серьезные осложнения, как правило, это дистанционный либо стереотоксический буст. Значит, однако мы пытаемся решать эту проблему, и вот сейчас на нашем отделении проводится изыскание по созданию первого отечественного препарата, называется сфера спейсер, для создания пространства между предстательной кишкой, предстательной железой и прямой кишкой, равной 1 см, для того, чтобы снизить величину дозной нагрузки. И мы считаем, что именно вот проведение сочетанного лечения у пациент групп высокого, крайне высокого риска, именно как раз-таки наиболее, они получают наибольшее преимущество от этой технологии. Ну вот в качестве примера, я хочу вас привести тут пару слайдов наших, скажем так, успешных имплантаций. То есть мы вводим препарат, через какое-то время делаем контрольное МРТ, и мы видим, что у пациентов мы достигаем даже больше 1 см. То есть аксиальный, сагитальный, скажем так, слайд. Это вот другой тоже опыт. То есть это все разные больные, 4 разных пациента. Значит, следующий момент, опять же, что обуславливает необходимость проведения, скажем так, модификации лучевого лечения у пациентов с N+, либо высокого риска. Это обязательно назначение длительной эндрогенотепривационной терапии, которая, как правило, как сейчас считаем, мы точно не знаем механизма действия, но считается, что это своеобразно радиосенсибилизация, то есть она повышает, точнее, снижает активность репарирующих поврежденную ДНК систем и тем самым повышает эффективность лучевого лечения. Ну и вот рекомендация, опять же, CCN. В самом низу мы видим, что у пациентов данной категории, опять же, именно высокомощностная high-dose rate брахитерапия является оптимальным бустом. Необходимость также длительной эндрогенотепривационной терапии 1-3 года. То есть этот вопрос на данный момент фактически ни у кого не вызывает каких-то споров и сомнений. Значит, ну немножечко о N+, пациентах. То есть, естественно, мы ориентируемся на данные, которые говорят нам о вовлечении регионарных лимфатических узлов, либо это КТ, либо МРТ, либо ПЭТ-КТ, то, о чем уже говорили предыдущие докладчики. Значит, мы делаем ПЭТ-КТ с двумя целями. Первое. Мы должны быть убеждены, что все светящиеся лимфоузлы попадают в поле, то есть в те контуры, которые мы используем для определения границы регионарного лимфокорректора. Кроме того, мы это используем для того, чтобы подводить дополнительную дозную нагрузку на пораженные лимфатические узлы. Дело в том, что стандартная доза при элективном или профилактическом облучении – это порядка 50 грей. Этой дозы недостаточно для того, чтобы, скажем так, гарантированно поведить клетки в пораженном лимфатическом узле. По рекомендациям туда необходимо подводить порядка 66 грей. Соответственно, это уже достаточно большая доза, и поэтому мы должны четко знать границы и локализацию этих пораженных лимфатических узлов. При подведении таких больших доз в области пораженных лимфоузлов мы, скажем так, сталкиваемся с проблемами, связанные с возможным переоблучением петель тонкой кишки. И для решения этой проблемы используется так называемый bellyboard, то есть укладка облучения пациента в положении на животе, когда меняется топография, как бы тонкий кишечник отходит вниз, и тем самым это, скажем так, дает нам больше маневра в плане дозиметрического планирования лучевого лечения. В качестве примера, с левой стороны мы видим подведение дозы порядка 50 грей, с правой стороны мы видим пораженный лимфоузел достаточно крупный, куда мы подвели вот этот буст. Современная лучевая терапия, современный линейный ускоритель позволяет очень прецизионно, с отступом в несколько миллиметров, осуществлять локальную эскалацию дозы в области очагов и снижать лучевую нагрузку на оконтуренные петли тонких кишок. Ну, то, что вы видите на слайде. То есть это все технически выполнимо. Ну и буквально пару слов о нашем опыте. В институте мы занимаемся брахитерапией пациентов разных, разных групп рисков, низкого, промежуточного, естественно, высокого, крайне высокого риска. Значит, у всех пациентов группы высокого, крайне высокого, N+, больных, естественно, всегда используется только сочетанная лучевая терапия. Значит, используются самые современные линейные ускорители фирмы Варя, брахитерапевтический комплекс. Мы проводили исследования по сравнению двух режимов буста, то есть две фракции по 10 грей, либо одна фракция по 15 грей. Значит, мы не получили достоверных результатов и, забегая вперед, скажу, что мы сейчас используем всегда одну фракцию в 15 грей. Это позволяет сократить общую длительность лечения на один этап. Значит, ну и вот эта характеристика пациентов, две группы, значит, по поводу осложнений, да, то есть ранняя лучевая токсичность. Понятно, что при сочетанной лучевой терапии она выше, нежели при монотерапии, когда мы делаем либо стереотаксис, либо брахитерапию на предстательную железу. Значит, и проведенные исследования показали, что основным фактором развития как ранней, так и поздней мочеполовой лучевой токсичности является наличие предшествующих операций в анамнезе. Значит, это то, о чем тогда начал говорить Сергей Александрович. То есть это те пациенты, у которых имеется клинически значимая инфравизикальная обструкция. И перед тем, как их облучать, мы должны сделать либо тур, либо аденомектомию. И вот этим пациентам, с учетом наших данных, мы считаем, что более правдным выполнение радикального хирургического вмешательства. Так как одновременно мы решаем две проблемы. Проблему с опухолью, да, и решаем проблему инфравизикальной обструкции. Конечно, если пациент не подходит под операцию, либо отказывается, мы можем выполнить, допустим, тур. Но это откладывает начало дефинитивного лучевого лечения где-то на 6 месяцев. Что, естественно, у пациентов групп высокого, крайне высокого риска нежелательно. То есть если это вполне приемлемо у пациентов групп низкого промежуточного риска, то здесь ситуация несколько иная. Поэтому вот именно у этой категории больных мы рекомендуем им обращаться к хирургам. Поздняя прямоокишечная лучевая токсичность тоже, в принципе, приемлема. Опять же говорю о сочетанной лучевой терапии с использованием брахитерапии. То есть при данном подходе мы практически не встречаемся с серьезными осложнениями. Все проблемы – это дистанционный, стереотоксический, либо другой буст при сочетании с облучением лимфоузлов. Значит, эректильная функция. Понятно, что она также страдает, потому что есть андрогендепривационная терапия. Но, тем не менее, какая-то вероятность ее сохранения есть. Мало того, после отмены через год, два, три андрогендепривационной терапии у целого ряда пациентов она возвращается на, скажем так, не идеальный, но приемлемый уровень. И показатели выживаемости, да, то есть одна, трех и пятилетняя общая выживаемость в группах составила 98, 97, 93%, а в группах без биохимического рецидива, соответственно, высокого и крайне высокого риска от 97 до 60%. Это вполне приемлемые результаты, которые полностью укладываются в мировые данные. Значит, если говорить о рецидивах после нашего лечения, то оно, безусловно, бывает. Но, что характерно, в полях облучения при подведении адекватных доз, я имею в виду сочетание с брахитерапией, адекватное облучение путей регионального лимфоколлектора, мы достаточно редко встречаемся с рецидивами. То есть, как правило, прогрессирование вне полей облучения. Это, как говорил первый докладчик, поражение лимфоузлов выше уровня бифуркации, то есть параортальных лимфоузлов, либо появление отдаленных метастазов, что у данной категории пациентов, естественно, в принципе, вещь достаточно понятная и встречающаяся достаточно часто. Значит, ну и вот заканчивая свой доклад, буквально маленькое такое научное наше нынешнее направление, то есть в рамках облучения пациентов групп высокого риска, пациентов СНПлюс, это мы пытаемся внедрить технологию гипофракционного облучения. То есть стандартный дистанционный этап – это 25 фракций по 2 грея, мы это пытаемся сделать за 13 фракций по 3 грея, то есть фактически в два раза сократить сроки лечения данной категории больных. Ну, я думаю, что после Нового года мы опубликаем первые результаты наших, скажем так, научных изысканий. Благодарю за внимание. Роман Владимирович, большое спасибо и за интересный доклад, и за соблюдение регламента. Есть ли какие-то вопросы, Сергей Александрович? Что сразу, Сергей Александрович? Нет, на самом деле, действительно здорово, вопросов нету. Мы не раз с Романом Владимировичем эту тему обсуждали. Баланс надо соблюдать. Ну, конечно, есть поле для деятельностей, предпочтительно для конкретного пациента, который собирается сохранить сексуальную функцию. Да, таких пациентов мы отправляем к лучевым терапевтам. Если на первом месте у пациента инфравизикальной обструкции, он обследовался по этому поводу, то, может быть, такие и не дойдут до лучевого терапевта. Это все вот в те две трети, одну треть пациентов укладывается, о которых я говорил. Поэтому все очень здорово, новые технологии развиваются. Но мы еще про одну проблему лучевой терапии не поговорили. Это, хотя, Денис Георгиевич, вы сказали про нее, что это гораздо менее доступная опция для пациентов. И такое оборудование, которое есть в Институте онкологии Петрова, оно, ну, где? Ну, вот РНЦРХТ, да, у вас есть в Петербурге, в 5-миллионном или 6-миллионном городе. А у нас еще есть регионы, 40-миллионная страна, поэтому... Ну, отчасти, отчасти может быть поэтому. Есть определенный негативизм, да, простит меня, глубоко уважаемый радиотерапевт, связанный с лучевой терапией. Потому что, ну, действительно, хирургам нечего унижать метод этот. Потому что, как и хирургия есть на уровне эксперта и на уровне начинающего, но это в большей степени зависит от рук и оборудования. А в радиотерапии, в общем-то, оборудование, насколько я понимаю, играет одну из решающих ролей. Ну, конечно, руки и голова тоже возможны. Да не то, что возможны, это одно из основных моментов. А у меня такой вопрос. Роман Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько эффективность лучевой терапии зависит от дисциплинированности пациента, от его подготовки к сеансам облучения? Есть какая-то вот взаимосвязь? То есть пациент, к примеру, должен всегда приходить к вам с пустым ночевым пузырем или с полным. Что-то вот от пациента зависит или нет? Да, безусловно, конечно, зависит. Если мы говорим про брахитерапию, то это маленькое оперативное вмешательство. То есть здесь подготовка и так далее, наркоз здесь от пациента не зависит. Когда же мы говорим про дистанционный этап, то от, скажем так, степени подготовки, от того, как он соблюдает диету на протяжении всего курса обучения, зависит не эффективность, но безопасность. То есть если пациент неправильно питается, если он приходит, не опорожнив в прямую кишку, если он не соблюдает питьевой режим за определенное время до реализации сеанса лучевой терапии, то он просто получает большее осложнение. На самом деле те дозы, которые мы подводим, они все же и рассчитаны. То есть мы, как правило, получаем проблемы в плане острых лучевых реакций. То есть такие пациенты просто переносят, как говорят, по-простому, хуже переносят лучевую терапию. Ежели говорить про поздние лучевые осложнения, то здесь таких существенных различий нет. Но опять же, это мы говорим сейчас про конкретный данный вид лечения. Если мы будем говорить про стереотаксис, где очень большие дозы разовые, то там, конечно, это уже критично. Там мы отслеживаем. Если там малейшее, скажем так, не так пациент подготовил, мы его просто снимаем со стола, иначе мы получим большие проблемы. Ну вот это один из небольших моментов, которые иногда сдерживают наших пациентов для проведения радиотерапии. Потому что многие хотят сразу. Сразу это оперативное лечение. Это пусть небольшой срок госпитализации, А радиотерапия, даже учитывая современные методики, я так посчитал, тут получается 26 дней, если по новой методике. Это так. Это не совсем так. Если мы говорим про низкий риск, стереотаксис – это неделя. Если мы говорим про промежуточный риск, это тоже неделя. Тут же стереотаксис – 5 сеансов, либо 2 госпитализации по 3 дня с интервалом 3 недели. Я имею в виду брехитерапию. Если мы говорим про высокий риск, то, чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся сократить в 2 раза. То есть 2,5 недели. То есть 13 сеансов плюс брехитерапевтический буст с учетом выходных. Но это где-то 2,5-3 недели. Это на самом деле не так много. Когда у пациента начинается лимфорея после суперрасширенной лимфоденектомии, то он может пролежать намного дольше, пытаясь избавиться от дренажей. Тут тоже надо пациентам рассказывать. Нет, несомненно, пациент должен обладать достаточной информацией в рамках того, что он может понять. Это, несомненно, и действительно здорово, когда на экране я посередине, вот радиотерапевт, вот хирург. Я чувствую себя очень комфортно, потому что есть и то, и то. Роман, огромное спасибо. Мы еще вернемся, несомненно, к радиотерапии. Сейчас с удовольствием хочу предоставить слово человеку той специальности, которая в основном молчит, но все знает и может рассказать много интересного о хирургическом лечении и прочее. Не часто, не часто к нам приходят врачи-анестезиологи, потому что, как правило, в некоторых учреждениях их работа сводится к тому, чтобы обеспечить пациенту адекватную анестезию. Константин Игоревич, анестезиолог Дмитрия Петрова. Расскажите нам правду о нас, хирургах. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Анест Георгиевич, за предоставленную возможность выступить в рамках данной научной школы. Мой доклад посвящен анститологическому обеспечению лапароскопических операций в онкологии на примере простатоктомии. И в нем я постараюсь кратко и с клиническим примером осветить роль анестезиолога в переоперационном этапе. Рак простатильной железы является вторым наиболее часто диагностированным раком и пятой ведущей причиной смерти от онкологии среди мужчин во всем мире. И замена открытым колечащим операциям в начале 90-х годов пришла лапароскопическая техника, а на рубеже 2000-х ее роботестированной простатоктомии. В дальнейшем развитие этих оперативных процедур позволило снизить объем интерперсонной кровопотери, объем гемотрансфузии, необходимый для ее коррекции, и также сузило послеперсонное время пребывания пациентов в стационаре. Однако, как и любая процедура, лапароскопическая техника имеет ряд осложнений, большинство из которых представлены на слайде. Стоит отметить, что помимо механической травмы утракаров и инструментов, больший спектр уделен еще и повреждающим действиям инсуфлируемого углекислого газа. Таким образом, стоит отметить, что несмотря на широкую повсеместность и популярность применяемой методики, лапароскопическая робот-ассистированная хирургия в онкорологии требует определенной оценки подготовки пациентов, в том числе с привлечением специалистов-энстезиологов на поликлиническом этапе, о чем далее пойдет речь. В руководстве по анестезиологии Рональда Миллера в главах, посвященных предоперационной оценке пациентов, сказано, что предоперационные обследования большинства пациентов ложатся на плечи леча врача, коим чаще всего выступает хирург, а консультанты анестезиологи привлекаются лишь для пациентов высокого риска. Однако в наше время, в современном этапе, в связи с сокращением стационарного периода пребывания пациентов перед операцией, в мисс онкологии наставляет всего 1,2 койка дня, а также согласно уже новым приказам, это приказ 919-Н об оказании помощи взрослому населению по профилю анестезиологии и анестезиологии, пункт 11, сказано, что рекомендуемое распределение рабочего времени врача-анстезиолога – это 70% на анестезиологические обеспечения и 30% рабочего времени врач-анстезиолог тратит на осмотр и консультирование пациентов в обладорных и стационарных условиях. Таким образом, многими стационарами рассматривается целесообразность использования врач-анстезиологов для консультации пациентов как раз-таки на поликлиническом этапе. На что же вправе опираться врачи-анстезиологи-анематологи на поликлиническом этапе для оценки функционального статуса пациентов? Конечно, это предоставляемый результат инструментальных исследований и консультаций специалистов, а в случаях отсутствия врач-анстезиолог вправе направить на необходимые исследования и консультации пациентов. Цель данного этапа – это ответить на вопрос о функциональной операбельности пациентов и сформировать переперсованную стратегию, как раз начиная с поликлинического этапа для каждого конкретного пациента. В связи с чем, как раз, чаще всего мы требуем не просто какие-либо справки, а конкретно четко сформулированную медицинскую документацию. Но что имеем на самом деле? Чаще всего это формальные справки об отсутствии противопоказаний со стороны пациентов для любых видов лечения, которые вряд ли можно использовать как основу для составления последующего операционного плана. В связи с этим стоит вопрос, а что такое предоперационное обследование с позиции врача-анстезиолога-ренематолога, и что мы хотим видеть? Для примера стоит продемонстрировать рекомендации, касающиеся оценки сердечно-сосудистой системы, представленной российским обществом кардиологов, которые в том числе легли в основу клинических рекомендаций для врач-анстезиологов. У них есть достаточно интересный пункт – это предоперационное ведение пациентов чаще всего координируется с врачами-анстезиологами, специализирующимися в определенных отраслях хирургии. И речь в них идет не только о кардиохирургических пациентах или пациентах таракального профиля, речь идет о всех хирургических пациентах. И стоит отметить, что обширные урологические и гинекологические вмешательства, о коем относятся в том числе и роботоасситированные и лабороскопические процеды к тайме, относятся к операциям среднего риска развития сердечно-сосудистых осложнений во время переоперационного этапа. Методами, наиболее часто назначающимися для оценки сердечно-сосудистой системы, являются электрокардиография и эхокардиография. С ними не все так однозначно. Стоит отметить, что, учитывая мужской пол пациентов, часто считающиеся факторы курения, избыточной массы тела и само планируемое оперативное лечение среднего риска, в данном контексте все пациенты направляются на рутинное электрокардиографическое обследование, уровень доказательности 1С, но при этом этим пациентам не рекомендовано рутинное назначение эхокардиографии и уровень доказательности здесь 3С. Еще более неозначен стоит вопрос о хирургическом лечении пациентов, перенесших ревоскуризацию миокарда и целесообразность назначения энгографического исследования этим пациентам или предварительно профилактической ревоскуризации миокарда. Во время обследования чаще всего мы выявляем различные варианты ишемической болезни сердца у этих пациентов. Тем не менее, сказано, что рутинное выполнение профилактической коронарной результации перед операциями среднего и низкого риска у пациентов за каждую ишемическую болезнь сердца не рекомендовано. Более того, в еще не переведенных рекомендациях Терапейского и Крадиоологического Общества, которые чаще всего ложатся в основу рекомендаций Российского и Крадиоологического Общества, появился достаточно новый интересный пункт. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний или их симптомами, указывающими на наличие, рекомендуется рутинное измерение высокосpectивительного тропанина Т или высокосpectивительного тропанина Ай, как маркеров повреждения сердечной мышцы, перед некардиохирургическими вмешательствами промежуточного и высокого риска, а также через 24 часа и 48 часов после. что будет накладывать еще больше рамок для разработки послеоперационной стратегии. Резюмируя этот этап, для подготовки пациентов к поликлиническим взаимодействиям с врачами и анестезиологами, в том числе в нашем учреждении для пациентов разработаны рекомендации по предоперационному инструментальному лабораторному исследованию, которые учитывают максимальное количество аспектов со стороны пациента. Тем не менее, они могут быть редактированы врачами-анестезиологами, в зависимости от конкретного случая, который может быть не учтен при получении этих рекомендаций. Также на базе нашего учреждения сформулирован план мультидисциплинарного алгоритма оценки операционного риска на предклиническом этапе. Он включает в себя три простых шага. На первом этапе врач-анестезиолог посмотрит этот пациента. В случае низкого операционного риска пациент допускается к плану оперативного решательства и госпитализации Солнар. В случае выявления необходимости подготовки, насыщает заполнитель консультации и сама подготовка, повторная оценка риска. Если пациент достиг максимальных механизмов компенсации по сравнению своих заболеваний, решается вопрос о проведении операции, в том числе через консилиум, либо если пациент с низкими функциональными резервами и высоким риском от оперативного лечения, он направляется на специализированное дополнительное лечение, либо рассматривается возможность оперативного лечения или альтернативного лечения через расширенный консилиум. Для чего нужна сформулированная стратегия анестезии на предоперационном этапе? Для оценки и программирования влияния хирургических факторов и противодействия им. На слайде представлены подофсиологические аспекты влияния карбоксибиритоной мочи, которые используются при лапароскопической хирургии и предстательной железы, на органы системы. Среди них можно выделить гипоперфузию органов брюшной полости, которая в послеперационном периоде может вылиться в острое почечное повреждение, нарушение вентиляционно-перфузионных отношений в легких, которые в послеперационном периоде могут вылиться в атлетизирование с присоединением вторичной энезокомиальной респираторной инфекции, нарушение кислотно-основного состава плазмы крови и другие. Также можно программировать и совместное влияние от комбинации факторов анестезии и ее этапов, и негативного влияния факторов карбоксибиритонеума на сердечно-сосудистую систему, что возвращает к столь пристальному вниманию к ее оценке на предоперационном этапе. Программируя и зная эти факторы, мы заранее знаем о необходимости, допустим, расширенного мониторинга гемодинамики для пациентов, которым предстоит эти типы операций, использования той или иной волимической терапии либо возопресторной поддержки. Также анестезиологи тщательно следят за внутребрешным давлением, и по литературным данным критическое снижение давления в левом предсереде, это на слайде, представленном синим отрезком, или сердечного выброса на слайде, представленном с зеленым отрезком, приходится при достижении внутребрешного давления 15 мм на столбах и выше. При длительном хождении пациентов в условиях высокого внутребрешного давления нарушаются механизмы ауторегуляции системы сердечно-сосудистой, что может приводить в дальнейшем к достаточно некомментированным нарушениям системной гемодинамики. Также немало внимания отводится и положение интернолибурга, которое чаще всего используется при рассматриваемом типе операций. Здесь анестезиологи, как участники оперативной команды, оценивают риски, связанные с позиционированием, проводят ам-ауты для контроля за физиологическим состоянием пациентов, со стороны рисков этого положения отмечаются нарушения функций дыхательной и респираторной системы, отек дыхательных путей, повышение тричередного и внутриглазного давления, высокий венозный возврат и нарушение оттока по системе верхней половой вены, повреждение нервальной структуры и другое. Так какие же меры профилактики критических инцидентов, связанных с карбоксипертоневым положением интернолибурга, требуются при лапартоскопических роботосессиональных операциях на пристатинной железе? Конечно, это понимание гемодинамических и физиологических последствий и лапартоскопической хирургии всеми участниками оперативной команды, оптимизация предоперационного объема в интернолибурге, дабы избежать гиповолемии, использование оптимального карбоксипертоневым с максимально дебрежным давлением ниже 15 мм. в сочетании с минимальной продолжительностью использования положения интернолибурга, расширенный мониторинг гемодинамики или респираторной системы в зависимости от показаний пациента, и также применение командного подхода при предоперационных консультациях с привлечением анестезиологов, хирургов, еще и на приклинических этапах, с целью раннего определения интероперационного плана по уменьшению сердечно-судистых рисков, а также обсуждения вариантов, в том числе, и открытого оперативного вмешательства. Позвольте представить вашему вниманию несколько интересных клинических случаях и исследований, демонстрирующих необходимость участия анестезиологов в рамках командного самодействия при выполнении рассмотренного типа операции. Первый клинический случай – это венозная газовая эмболия при выполнении роботосессированной простатоктомии. Здесь пациент 62-х лет поступил для выполнения роботосессированной простатоктомии. Он находился в положении Тренельбурга с внутрившим давлением в пределах 15 млт. ст. В течение первого часа отмечено значимое снижение концентрации выдыхаемого углекислого газа с 40 до 25 млт. ст. и снижение 100 раз с 98 до 90%. Нарушений других витальных функций по данному мониторингу зарегистрировано не было. Анестезиолог оповестил хирургическую бригаду о происходящих событиях. Ими были использованы следующие действия. Это орошение зоны венозного сплетения физиологическим раствором и уменьшение подачи инсультированного газа. Анестезиологи в то же время увеличили инспиратурную фракцию кислорода. В течение 10 минут данная клиническая ситуация нормализовалась. Поскольку она была очень подозрительна на венозную боли углекислым газом, анестезиологи изменили план анестезии и исключили из использования закисти азота как инертный газ, который сам по себе является фактором риска развития газовой эмболии. После перспективного периода данного пациента протекал без особенностей. Второй клинический случай – это нераспознанное кровотечение во время выполнения роботостированной простатоктомии. Здесь пациент 73-х лет, вступил на роботостированную простатоктомию по поводу рака пристательной железы. Гемоглобина этого пациента до операции оставлял 135 грамм на литр, а гемотокрыт 38%. После стандартной индукции и поддержания анестезии пациент переведен был в положение Тернельбурга с углом на 28 градусов. Внутри большинство давления также колебалось в пределах от 10 до 15 миллиметров оттудного столба. Основной этап операции закончился через 4 часа. Он протекал стабильной гемодинамикой, что представлено на слайде. После десуфляции и перевода пациента в горизонтальное положение отмечено значимое критическое снижение гемодинамики в виде артальной гипотонии, что потребовало болезненного введения препаратов в изопрессорной и инотропной поддержке и начало диагностических процедур. В ходе диагностики исключались кардиодепрессорные влияния препаратов для общей анестезии и также лабораторные показатели. Отмечено снижение гемоглобина до 59 грамм на литр, а гемотокрыт до 16%. В связи с чем только после этого заполозрено внутреннее кровотечение. Принято решение о конверсии хирургического доступа, постановки центрального веносного катедра, продолжение инотропное запрессорное поддержки путем постоянного введения. Хирургами выполнено ручное пережатие общепозвучной и ветви правой наружной подвздошной артерии. Источником кровотечения явился продольный срез ветвей правой и наружной подвздошной артерии, он был аллигирован, достигнут хирургический гемостаз. Таким образом, суммарная операция на этом этапе продлилась 8 часов, наркоз более 10 часов, кровопотеря составила более 5,5 литров, она была адекватно восполнена, то есть пациент был выписан 29-й послеперсонной сутки. Это клиническое исследование, посвященное влиянию положения Тернельбурга и когнитивной функции. В исследовании участвовали 15 здоровых добровольцев, старше 18 лет, без анамнеза когнитивных нарушений и церебровоскоррогической патологии. Для оценки когнитивной функции выполнялось три теста, это задача непрерывного выполнения теста и назад, тест трупа и задача лексического решения. Когнитивная функция оценивалась до начала эксперимента, дальнейшие пациенты, добровольцы, переводились в положение Тернельбурга или с течением каждого получаса на протяжении трех часов нахождения пациентов в положении Тернельбурга. По течении этого времени пациенты переводились в горизонтальное положение, где находились еще час, и по течении четырех часов пациентам было предложено сесть на стол и перейти в вертикальное положение. Результаты исследования продемонстрировали влияние положения Тернельбурга на развитие когнитивной дисфункции у здоровых добровольцев. Это последнее исследование о эффектах карбокоспиритонового положения Тернельбурга на внутричерепное давление. В нем участвовали 43 пациента, старше 18 лет с низким риском по шкале АСА, которым выполнялись абдоминальные лапароскопические операции. После стандартной индукции в анестезии и ее поддержания пациенты переводились в положение Терненбурга с углом 25 градусов, но и большинство давления поддерживалось в допустимых пределах. Измерение внутричерепного давления производилось неинвазивными способами, это УЗИ, измерение диаметра оболочки зрительного нерва, транскорониальной доплерографии и оценки дистолического компонента пиковой скорости кровотока путем доплерографии. Все неинвазивные методы, оцененные в этом исследовании, продемонстрировали повышение внутричерепного давления после габинации карбоксибертонема в положении Терненбурга. Авторы сделали вывод, что пациенты, направленные на лапароскопические операции, должны быть консультированы по поводу рисков внутричерепной гипертензии и связанных с ней осложнений. В своей практике мы используем стандартный мониторинг интероперационной гемодинамики и других функций, сопоставляя каждый этап оперативного лечения с показателями, интерпретируя их. При необходимости расширяем мониторинг в зависимости от сопутствующих патологий пациента. После операционного периода в целом протекает, как и все эти этапы, в рамках консепции фаст-трек, если нет противопоказания стороны пациента. Здесь акцент делается на раннюю мобилизацию пациента, перевод его из реанимационного отделения в первые сутки в профильное отделение, где в дальнейшем продолжается полная мобилизация пациента, отказ от рутинной инфузионной терапии, начало раннего интервального питания, профилактика после операционной интервоты и возможность раннего обезболивания с использованием пероральных форм препаратов. На этом этапе чаще всего анстезиологи привлекаются только для коррекции каких-либо нарушений со стороны пациента. И в конце хочется задать вопрос, а где же заканчивается мультисциплинарная стратегия переоперационного периода? Если столько внимания до операции уделялось функциональной операбельности пациента, нужно ли оценивать ее после операции с коррекцией этого статуса? Если есть данные о влиянии факторов интероперационных на когнитивные нарушения пациентов, как социально значимые, нужно ли проводить послеперационную их оценку и реабилитацию, кем она должна выполняться? Большое спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, Константин Игоревич, имеет ли значение, один доктор курирует пациента, вернее смотрит и оценивает пациента на догоспитальном этапе, важно ли, чтобы именно этот же доктор потом проводил анстезиологическое обеспечение операции? Или это не имеет какого-то значения в условиях одного стационара? Большое спасибо за вопрос. В нашей практике это не имеет никакого значения, поскольку мы придерживаемся единой концепции обсуждения пациентов. Также мы используем и ежедневно-утреннее обсуждение пациентов, идущих на операции, когда каждый врач-настезиолог знает особенности того или иного пациента, и операционная может меняться без нарушения какой-то единой конвы в анстезиологическом обеспечении. Поэтому нет, это не имеет значения. То есть, таким образом, я понимаю, что все пациенты, которые в вашем учреждении подвергаются оперативным вмешательствам, видят анестезиолога не накануне операции, а видят анестезиолога на догоспитальном этапе? Нет, к сожалению, не все. Речь пока идет о пациентах высокого и среднего риска, которых оценивают в том числе лечи врачи, либо врачи, участвующие в мультисциплинарном исследовании по телемедицине. По сути, низкого риска молодого возраста без сопутствующей патологии этот этап пропускают и консультируют со врачами-энстезиологами уже непосредственно перед оперативным лечением. Понятно, спасибо. Сергей Александрович, у вас есть вопрос? Тот же самый вопрос был. Вы задали его. Всех ли, может, все настолько хорошо, что есть возможность такая вот всех смотреть? Константин Игоревич, допустим, вот в перечне обязательных обследований перед госпитализацией, да, понятно, что там есть ИКГ, но там также звучит как консультация терапевта или кардиолога. В вашем учреждении предпочтение отдается вашим докторам. Ну, то есть, даже молодой человек, но он может быть в полу, как это, почти в декомпенсации, учитывая то, что многие организмы подвергаются разным воздействиям. У вас есть свой профильный специалист или достаточно вот действительно вот этой справки отписки зачастую, амбулаторной, где написано противопоказаний нет, а пациент достаточно грустный? Учитывая, что мы работаем как раз таки с онкологическими сцентрами, которые даже в молодом возрасте могут иметь, как вы и сказали, некоторые декомпенсации по системе органов. Если справка, которую я демонстрировал на сайте, такая формальная, в которой указаны лишь патологии, без степени компенсации, без принимаемой терапии и необходимого исследования, мы, конечно, привлекаем своих специалистов. Чаще всего, как раз мы таки прибегаем именно к этому аспекту. У нас достаточно большой штат и терапевтов с кардиологическим образованием, которые прекрасно констатируют их на предаверационном этапе, корректируют терапию, дополняют обследование. Потом мы получаем в конечном результате именно те данные, которые используем для формирования стратегии, о которой я говорил. Прекрасно, спасибо. Ну, коллеги, так скажем, акцентирую внимание на том, что не нужно стесняться привлекать анестезиологов на догоспитальном этапе в том числе, потому что какой бы выдающийся хирург не был, но если риски операции недооценены, то это в конечном счете ляжет на плечи того же лечащего врача, который будет переживать, маяться и пытаться пациента, так скажем, помочь пациенту выписаться при хорошем соматическом статусе. Поэтому недооценка рисков это одна из причин неприятностей в раннем или позднем послеоперационном периоде. На самом деле подошли плавно к следующему докладу про фастек при выполнении радикальной простатоктомии. Мы все хорошо знаем, что роль анестезиолога в раннем восстановлении после хирургического лечения начинается с момента подготовки. Я почему сказал, что Денис Георгиевич, вы задали вопрос, который я хотел спросить. А вот вот в этой вот концепции РАС фаст-трек вот насколько вы как анестезиолог большую роль играете? Большое спасибо за вопрос. Я думаю, что речь в концепции РАС как раз идет о мультидисциплинарном взаимодействии, поэтому на всех этапах мы привлекаемся и с удовольствием конституруем пациентов, даже к которым на какой-то момент не имеем отношения. Но стратегия формируется либо на поликлиническом этапе, либо, как и говорили, в предоперсионном периоде, когда мы заранее заблаговременно чаще всего как раз-таки за сутки в силу ограниченного койка дня конституруем пациентов. Прекрасно, коллеги. И, ну, действительно, так случилось, что мы переходим к докладу фаст-трек про ликальной простатоктомии. Когда мы впервые начали знакомиться с фаст-треком, действительно МИЦ Петрова это люди, это коллектив, который одними из первых начал нам об этом рассказывать. Это встречало определенный скептицизм, естественно, как все новое, потому что, на мой взгляд, это казалось действительно фильмом не для всех. Вот. Будьте любезны, Мария Владимировна, расскажите нам о каких-то моментах практических, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, но не все мы еще готовы взять и сразу к этому перейти. Будьте добры. Добрый вечер. Еще раз. Обычно я не очень люблю использовать на главном слайде картинки, но в этот раз в контексте все-таки фаст-трек, а я больше люблю использовать термин ЭРАС для всех пациентов при радикальной простатоктомии. Я попробую ответить в своем докладе, а по поводу принципов раннего послеоперационного восстановления у меня отдельных слайдов нет, но если будут какие-то вопросы по отдельным пунктам, я думаю, что можно будет их обсудить. Итак, концепция раннего послеоперационного восстановления, она у нас заключается из трех основных направлений, это на дооперационном этапе, переоперационный этап, в том числе с участием врача-анестезиолога, и компоненты, которые мы используем на послеоперационном этапе. Сюда может включаться начало энтерального питания, отказ от назогастральной интубации, отказ от дренажей, раннее питание, и немаловажным фактором, в том числе при использовании данной концепции, является заключительный рисунок, внизу это онкол, то есть при выполнении всех принципов фаст-трек, и в том числе ранней выписки пациента реабилитированного, все равно у пациента должна оставаться возможность для послеоперационного консультирования лечащим врачом или даже целым штатом иногда. Все в совокупности концепция раннего послеоперационного восстановления позволяет нам увеличивать показатели социальные, экономические и в том числе научные показатели при использовании данной концепции. Но тут существует одна определенная проблема для радикальной простатектомии. К сожалению, отдельно написанного протокола по этим принципам для радикальной простатектомии у нас на сегодняшний день нет. При том, что эта операция является достаточно сложной, она требует определенного послеоперационного введения пациента и нам приходится использовать указанные принципы для онкоурологической патологии существует протокол при радикальной цистектомии. На сегодняшний день это является минусом, потому что отдельного протокола нет. Тем не менее, основываясь на тех рандомизированных исследованиях, которые вошли в протокол при радикальной цистектомии, использование концепции фаст-трек или раннего послеоперационного восстановления позволяет нам сокращать частоту повторной госпитализации у пациента, позволяет сокращать частоту послеоперационных осложнений, в то же время позволяет сокращать частоту послеоперационной смертности и, безусловно, у реабилитированного пациента позволяет уменьшать продолжительность госпитализации. И когда мы сталкиваемся с вышеперечисленными показателями, для радикальной простатоктомии, я еще раз подчеркну, Существует определенная сложность, потому что есть часть исследований, которые были проспективные, есть просто наблюдательные исследования, и часть из них, безусловно, демонстрирует положительное влияние принципов раннего послеоперационного восстановления. Другие, наоборот, демонстрируют спорные моменты. И в такой ситуации, основываясь на доказательной базе, рекомендовано использовать данные метанализов. И самый значимый метанализ для радикальной простатектомии, это метанализ 2020 года, в том числе в который вошли результаты нашего собственного исследования, показывает, что использование принципов РАСП позволяет действительно сокращать продолжительность госпитализации, относительно положительно влияет на продолжительность операции, объем кровопотери и снижает частоту послеоперационных осложнений. Кроме того, оценивались в данном метанализа определенные такие показатели, как время до появления первого стула при ранней мобилизации пациентов в раннем начале энтерального питания, отказ от назогастральной интубации, которые показали свою значимость при протоколах по ведению пациентов с желудочно-кишечной патологией. Кроме того, использование мультимодальной анальгезии без использования опиоидных анальгетиков позволяет иметь снижение уровня болевого синдрома в послеоперационном периоде без добавления, еще раз подчеркну внимание, опиоидных анальгетиков. И значимо не влияет на необходимость проведения гемотрансфузии в послеоперационном периоде. Но интересен такой момент. Какие же все-таки пациенты включаются в подобные исследования с переоперационным проведением принципов ЭРАС? И в метанализе в другом 2020 года было продемонстрировано, что в основном в клинических исследованиях принимают участие с локализованным процессом. Тем не менее, если обратить внимание на уровень простатспецифического антигена, то во многих исследованиях эти пациенты относились к категории высокого риска по классификации NCCN. По уровню объема хирургического вмешательства, который выполняется в момент радикальной простатэктомии, то это, безусловно, свою значимость имеют минимально инвазивные вмешательства с помощью лапароскопической техники или роботоассистированной. Если основываться на нашем собственном опыте, это результаты исследования 2016 года, когда прошел год от момента внедрения принципов фаст-трек на нашем отделении. И основные пациенты, которые включались в группу стандартного введения либо в группу фаст-трек, это пациенты с категорией СИТ-2, либо категорией СИТ-3, СИТ-4. Кроме того, средний уровень простатспецифического антигена в группах значимо не отличался и составил 12,9 против 13 в группе по фаст-треку. Если оценивать пациентов, которые включались в исследования по стратификации по НССН, то в основном это были пациенты промежуточного, а в подавляющем большинстве случаев были пациенты из категории высокого риска по классификации НССН. Тут, к сожалению, сместилось, но тем не менее, по интраоперационным показателям пациенты значимо не отличались между стандартным введением и введением по программе фаст-трек, а по послеоперационным показателям, безусловно, принципы, которые мы используем при раннем восстановлении, положительно сказались на длительности необходимой катетеризации у пациента, по срокам удаления дренажа у этого пациента и, безусловно, по длительности госпитализации. Кроме того, оценивался уровень болевого синдрому уже на первые сутки после оперативного вмешательства, и в группе фаст-трека, безусловно, было смещение по уровню визуальной шкалы боли значимо практически в два раза в сравнении со стандартным хирургическим подходом. По уровню переоперационных осложнений группы значимо не отличались между собой. Кроме того, интересное направление хирургии одного дня, которое изучается в последнее время, это статья 2022 года по оценке «The same day discharge», то есть выписка пациента в день выполнения оперативного вмешательства. Это опыт французской клиники, достаточно интересный по выполнению роботосистированной простатэктомии и, еще раз подчеркну внимание, выписки пациента в этот же день. При прочтении данной статьи исследователи уделили большое внимание описанию протокола, как же им удалось добиться подобных результатов. И они говорят в своем исследовании, что порядка 76% пациентов подходят для подобной программы выписки. Но подходят они не из-за морфологических показателей, не из-за того, что из-за желания клиники выполнять выписку в этот же день, а из-за того, что на определенном периоде, на предоперационном, он длится порядка практически неделю, когда пациент находится на амбулаторном этапе, ему заранее рассказывают все этапы, которые будут с ним происходить на операционном этапе. Рассказывается вопрос о том, как будет осуществляться анальгезия этого пациента в послеоперационном периоде. Эти пациенты заранее уже знают, что через 2 часа от момента завершения операции им будет разрешено употребление жидкой пищи. Через 4 часа по этому протоколу разрешается употребление твердой пищи и будет активизация с физиотерапевтом, прикрепленным к этому учреждению. Кроме того, важным является, как я уже говорила, эта система онкол, когда пациент имеет в течение 24 часов, 7 дней в неделю после выписки возможность контакта либо с медсестрой, которая вела этого пациента, либо непосредственно с лечащим врачом. И по результатам предварительного анализа подобный подход позволяет экономить клиники на расходах подобных пациентов при радикальной простатектомии порядка 11%. Исследователи планируют проведение проспективного исследования. Пока что это было только наблюдательное исследование. Мы имеем также собственный опыт хирургии одного дня. Он проводился в более упрощобном варианте. Мы пациентам с локализованным раком предстательной железы тщательно отобранным выполняли технику сохранения шейки мочевого пузыря с возможностью удаления раннего уретрального катетера. Данная работа была опубликована в двух журналах. Это European Urology Supplements и в журнале Onco-Urology. И по результатам нашего исследования порядка 75% пациентов, отобранных для выполнения данной техники, имели возможность выписаться уже на вторые сутки после радикальной простатектомии, поскольку им удалялся уретральный катетер. Еще к вопросу, какие пациенты могут иметь возможность получить радикальную простатектомию, но при использовании принципов FASTREC. Это пациенты старшей возрастной группы, исследование 2021 года, в котором изучалось влияние такого переоперационного воздействия, как энтеральная жидкость до операции, это чаще всего гликолевые растворы, на уровне повышения переоперационных факторов стресса. То есть изучалась концентрация интерлекин-6, интерлекин-8, 10 и факторы некроза опухоли. И при оценке показателей было установлено, что да, безусловно, все факторы повышаются в первые сутки после операции. Тем не менее, если пациенты получали гликолевые растворы на предоперационном этапе, то индекс снижения данных воспалительных элементов практически нивелировался к третьим суткам и далее снижался, в то время как остальные показатели, например, интерлекин-8 или фактор некроза опухоли в случае отсутствия гликолевых растворов для возрастных пациентов длительное время еще оставались на высоком уровне. Ну и в заключение я бы хотела сказать о перспективах, которые, наверное, даже больше о сложностях, которые у нас есть сегодня с подходом протокола ERAS. Прежде всего, это действительно отсутствие четко разработанного протокола, поскольку существует огромное число разрозненных клинических исследований, часть из них рандомизированы, часть просто наблюдательны. Но, тем не менее, есть определенная доказательная база, и, возможно, в ближайшее время у нас появится собственный протокол для подобных пациентов. Еще одним направлением является комплонентность рекомендаций. Было установлено, что если соблюдаются принципы протокола ERAS более чем 85% пролеченных пациентов, то это, безусловно, влияет на эффективность лечения пациента, это влияет на продолжительность госпитализации, это влияет на сокращение числа послеоперационных осложнений. Немаловажным фактором для клиники либо отделения, где реализуется данная программа, является рефлексия. Сегодня у нас эра гаджетов, возможности проведения различных опросов, и данный пункт необходим просто прежде всего самому отделению по оценке качества предоставляемых подпунктов раннего послеоперационного восстановления, поскольку это позволяет проанализировать, действительно ли все пункты выполняются раннего послеоперационного восстановления, есть ли какие-то проблемы с определенными подпунктами, что может потребовать развития. И как раз таки о развитии, это необходимо продолжить сотрудничество онкоурологов и анестезиологов в рамках мультимодального подхода в анальгезии и реабилитации пациента. Таким образом, я все-таки считаю, что подход ЭРАС при радикальной простатэктомии это кино для всех, вне зависимости от стадии, но единственным условием является это все-таки реализация всех компонентов программы FastTrack, а не когда это идет использование отдельного подпункта. Благодарю за внимание. Мария Владимировна, спасибо большое. Нет ли у нас вопросов из чата к Марии Владимировне? У меня вопрос вам, Денис Георгиевич. А вот я сейчас только обратил внимание, что это был единственный доклад, после которого не предусмотрена дискуссия. Это осознанное решение, да? Нет, нет, ни в коем случае. Человеческий фактор. Приношу, как это, Дерзил был неправ. Приношу свои извинения. Нет, конечно, действительно интересный момент. Сергей Александрович, у вас есть вопросы по докладу? Потому что обычно их много, но вы же знаете все о ЕРАСе и Фасттраке. А я не все. Можно я спрошу? Мария Владимировна, когда вы говорили о мультидисциплинарной команде, вы почему-то совершенно не упомянули постгоспитализационный этап. Вы выписываете пациента без каких-либо проблем. Вопрос повторных госпитализаций, он ведь не стоит в вашем учреждении, он не стоит в нашем учреждении, хотя бы потому, что по скорой к нам не заедешь, как и к вам. Правда? Правда. Правда? Правда. И поэтому термин реадмиссион, он неприменим к нашим с вами учреждениям. У меня вот такой практический вопрос. Ну, прежде всего, я за. Но, когда вы выписываете пациента, вы сказали, что вы на связи с пациентом, если что-то вдруг случается. А на связи кто? Лечащий врач? Дежурный врач? Вот случилась у пациента беда. У него все было хорошо и выписан он на пятые сутки. Честь и хвала. Ну, вот бах, задержка мочи случилась. Вы помогаете ему этот момент купировать? Там, с госпитализацией дежурный стационар или еще что-то? Или вот кто этим занимается? Увы, от этого никто не застрахован. Вполне логичный вопрос. И, насколько я помню, часто его задают. У нас, безусловно, нет ассистентов у лечащих врачей, как это имеется в зарубежных клиниках. Нет прикрепленных медицинских сестер. Нет, к сожалению, этой базы, куда пациент может позвонить. И в нашей ситуации это является, безусловно, лечащий врач. Но до того момента, как это будет лечащий врач, в выписке, как правило, я буду говорить за себя, я прописываю те моменты, на которые может обратить внимание пациент. Потому что по каким критериям ему следует опираться и в зависимости от ситуации ему что-то предпринять. Будет ли это, например, увеличение живота? Будет ли это, например, повышение температуры? До каких значений? То есть он понимает, в зависимости от расписанных действий, что ему в ближайшее время предпринять. И да, у него имеется номер телефона лечащего врача-хирурга, который его оперировал. По поводу повторной госпитализации. Безусловно, пациенты, которые находятся рядом с клиникой, как правило, мы стараемся, чтобы реадмиссион состоялась в наш стационар. Но если пациент находится за пределами Санкт-Петербурга или даже северо-западного федерального округа, то максимально помочь ему с госпитализацией по месту жительства. Потому что много пациентов имеется с регионов. Проблема, да, актуальна. Но, опять же, опираясь на слова, например, адепта фаст-трека, я его так считаю, Александра Константиновича, он считает, что если пациент максимально реабилитирован к моменту выписки, не потому что он выписывается, потому что слово фаст-трек, что его нужно выписать, а если он уже действительно подготовлен к этой выписке, то это как бы часть проблем может нивелировать. Вот как-то так. Спасибо, понятно. А вот, Мария Владимировна, каким стационаром вы бы не рекомендовали использовать эту методику? Я сейчас не про название, а вот в принципе. Вы говорите, кино для всех. Ну, не бывает кино для всех. Вот кому бы вы сказали, нет, ребят, вот вам это не нужно. Может быть, у них чего-то не хватает или еще что-то подобное. Это кино для всех, если он, вот, допустим, вы как любите смотреть кино? Начало, середину или конец? Как правило, полностью. Вот. Тут же самое и с фаст-треком. Если вы реализуете все принципы фаст-трека, то это кино для вас. Если вы любите посмотреть начало, промотать неинтересно, а вот нам нужен конец выписать через три дня, это кино не для вас. Это вот такой вот сериал. То есть вы либо поучаствовали в нем, ну, как бы можете поделиться своими впечатлениями, но, тем не менее, вы не прониклись режиссерой, не прониклись постановкой, не прониклись действующими лицами этого мультимодального подхода. Вот тут так. Прекрасно. А про жанры мы не говорим. Я, например, не очень люблю трагедии или драмы. Мне как-то комедии больше нравится. И конец должен быть хороший. Финал, финал, да. Желательно, желательно. Понятно. А вот скажите еще, Мария Владимировна, вот когда пациент к вам поступает, он априори ориентируется, что будет проведен по фаст-треку или по ИРАС. То есть априори уже, когда он лег. Естественно, вы правильно сказали, что если что-то идет не так, вы его не выписываете до той поры, пока он не реабилитирован. Верно? Какой процент пациентов не проходит по изначально намеченному протоколу ИРАС? Ноль. Ну, в моей голове, обучаясь принципам фаст-трека вот с того момента, как я попала на отделение и стала себя позиционировать как врач, для меня эта цифра стала ноль. То есть либо ты все реализуешь под эту программу, вот, либо нет. Ну, просто для меня, например, непонятно, одним пациентам проведение антибиотика, профилактики, а другим нет. Для одних соблюдение принципов surgical site infection. Одни определенным образом производятся бритье, либо когда волосы частично убираются и используется хлоргексидин, а другому из-за того, что у него, например, кардиологическая патология, я так делать не буду. Ну, это абсурд. Так не бывает. Мария Владимировна, вопросов к переоперационным моментам нету. Вопросы к предоперационным и послеоперационным. Все прекрасно знают, что у вас происходит в стационаре. Все это очень круто. Все налажено, все здорово, все работает. Вот Денис Георгиевич пытается вот куда-то в сторону ввести. Да, вот кино 12-18+, а вот больше 18 и там до 12. Вот тут как бы... Нет, Мария Владимировна, не буду злоупотреблять вашим вниманием. Здесь есть хороший вопрос из чата. Скажите, пожалуйста, как сами пациенты воспринимают идею ЕРАС, когда вы им говорите, что вот у вас будет так? Расшифруйте вопрос. Вот честно, я не понимаю. Я просто, видимо, уже по-другому себе не мыслю, а свой рабочий процесс. Потому что если он приходит на предоперационном этапе, безусловно, это идет на этапе консультирования, необходимость определенных обследований. Это идет обсуждение вопроса об объеме оперативного вмешательства. Такие моменты, как, например, которые прописываются про отказ от курения, алкоголь, которые говорят о том, что нужно отказаться минимум 4-6 недель до момента оперативного вмешательства. Да, но не всегда такие принципы возможны. Но этап консультирования, например, с психологом, если мы видим уже на этапе предоперационного консультирования лоббильного пациента, вы бы не направили такого пациента к психологу заранее обсудить, в том числе, например, калечащую операцию при радикальной цистектомии? Я думаю, что как специалисты, безусловно, бы направили. Если вы не гонитесь за какими-то статистическими результатами. Вот оно предоперационное обсуждение. На предоперационном обсуждении идет уже вопрос, будет ли какие-то трубки стоять, будет ли вопрос про катетеры стоять, будет ли вопрос про питание. Просто это те самые вопросы, которые пациент спрашивает, когда он уже приходит на госпитализацию. Обсуждают же такие вопросы, мне же не кажется. Нет, ну если бы я задал этот вопрос, я бы еще обосновал. Но я тоже попробую вас немного дополнить, коллеги. Ведь, по сути дела, мы рассказываем пациенту, как будет. В НМИЦ Петрова ему рассказывают, что все будет по возможности не максимально, но адекватно, быстро. Вы не будете находиться здесь неделями и прочее, прочее. Однако я не готов оспаривать то, что все 100% пациентов проходят по протоколу ЕРАС, потому что, увы, не бывает хирургии без определенных моментов не всегда приятной для доктора. И я не думаю, что если операция проходит вдруг с какими-то осложнениями, то пациента глобально можно выписать на третьи сутки. Но, возможно, я заблуждаюсь. Тем не менее, коллеги, несмотря на то, что не все стационары работают по этому принципу, я бы сказал, далеко не многие, мы не должны отвергать этот подход. Если кто-то испытывает глобальный скептицизм, я призываю обратиться к Марии Владимировне и к руководителю отделения приехать и посмотреть на это лично. Поверьте, многие стереотипы будут разрушены. Мне так кажется. Вы согласны, если что, принимать гостей? Мы гостям всегда рады, особенно если они приезжают вместе с кино. За это не волнуйтесь, непременно. Мы хотели изначально уделить определенное, значительно большее внимание лекарственной терапии. Рака предстоятельной железы была запланирована целая секция, но, увы, этого не получилось. Исходя из того, что не хирургии и не радиотерапии единой лечатся наши пациенты, увы, получается так, что мы не можем излечить всех больных. И если пациента прооперировали или провели ему радикальную, лучевую терапию в радикальном объеме, да, прекрасно, если он улыбающийся, радостно ходит к нам первые годы с нулевыми цифрами ПСА. Но, увы, у определенного количества людей обязательно будет рецидив. Не бывает ни хирургии, ни лучевой терапии без рецидивов. Потом будет спасительное лечение, будет андрогендепривационная терапия в том или ином формате. И пациент, собственно говоря, дай бог, чтобы он дожил до этапов кастрационной резистентности. Тут дело такое. Значит, замечательный человек Василий. Ему сейчас 72 года. Василия история, в общем-то, началась 6 лет назад. 66 лет ему было, ПСА 21 нанограмм многоцелитр, дизурия. Сделали биопсию. Все хорошо. 4 плюс 3, Н0, М0. По моментам предпочтения пациентам, ему проведена дистанционная лучевая терапия с андрогенной депривацией. Все было хорошо и замечательно на протяжении 5 лет. Через 5 лет рост ПСА до 3. Естественно, тестостерон, как говорится, нормальный. ОСГ, КТ, абсолютно ничего. Начали андрогендепривационную терапию. Да, смотрели, как можно его полечить. Но начали андрогендепривационную терапию. Был насникнут надир ПСА 0,5 нанограмм нацелитр. Полтора года АДТ. В принципе, ситуация достаточно стандартная. АДТ проводилась в непрерывном режиме. Через полтора года. Хороший соматический статус. Замечательный пациент. Бодрый, крепкий. Да так, чтобы мы так 72 года выглядели. ПСА больше 2. Время удвоения ПСА 8,5. Тестостерон 16 нанограмм на децелитр. И, естественно, как обычно, у него бывает по ОСГ и КТ признаков метастазирования нет. Ну, соответственно, у пациента кастрационно-резистентный рак. Да. Метастазы есть? Нет. Что сделано? ОСГ и КТ, как обычно. Этого достаточно или этого недостаточно? На дискуссию нет времени. По формальным признакам этого достаточно. Мы говорили об этом еще с самого нашего начала. Конечно, если есть возможность сделать этому пациенту ПЭТ, может быть, это можно и сделать. Но, однако, поменяет ли что-то выполнение позитронно-эмиссионной томографии в этом случае? Во-первых, пациенту ПЭТ до этого ни разу не делался. С чем мы будем сравнивать то, что мы получим сейчас? Да ни с чем. Ну, сравнить ПЭТ с данными ОСЦИОСЦИНТИГРАФИИ абсолютно невозможно в силу того, что там ПСМА, а там вообще совершенно техница. Сравнить КТ с КТ, да, можно, но это не то. Поэтому, в принципе, этого достаточно. Ну, собственно, у пациента метастазов нет. Значит, мы ставим ему неметастатический кастрационно-резистентный рак простаты, который, в общем-то, имеет свои четкие определения. Об этом написано достаточно много. И, соответственно, целью лечения таких пациентов будет, как и обычно, увеличение общей выживаемости, желательно с сохранением качества жизни и, конечно, отдалением искупления кастрационно-резистентного этапа. Потому что на этапе метастатической кастрационной резистентности медиана общей выживаемости, вернее, улучшения медиана общей выживаемости, даже при применении современных эффективных препаратов, не превышает 5 месяцев. Насколько значим этот рак неметастатический? Да, он значим, потому что в течение двух лет 42 пациента, собственно, погибнет от осложнений. Эти два замечательных зеленых героя здесь совершенно не случайны. Потому что один из них, как ленивый совершенно, ленивая гусеница, не хочет лечить всех. Но второй определит, кого. Да, кто их еще не узнал, это вупсень и пупсень. Вы знаете, коллеги, да, это завершающий цикл тумор-бордов. И учитывая тот факт, что о таком показателе, как время удвоения ПСА, говорится везде, говорится много, но, тем не менее, в ежедневной практике мы видим, что люди забывают о том, что это важно на этапе неметастатического кастрационно-резистентного рака. Я позволил себе упомянуть этих двух замечательных гусениц, хотя бы для того, чтобы люди запомнили. Может быть так, что время удвоения ПСА – это важный показатель, который мы должны учитывать. Потому что если у пациента время удвоения ПСА менее 10 месяцев, и этот слайд мы с вами тоже все видели, но еще раз посмотрим, выше риск смерти и метастазирование. И если у пациента ПСА колеблется в пределах от 5 до 15, то, соответственно, примерно в 10-15%, если его время удвоения ПСА более 9 месяцев, он может иметь метастазы по Бонскану, и 26% – это если время удвоения ПСА менее 9 месяцев. Понятное дело, что это не 2 плюс 2 разделить на 2. Совершенно просто. Масса калькуляторов. На сайте РОУ все это есть. Слушайте, это занимает буквально 20 секунд. Не стесняйтесь рассчитывать время удвоения ПСА. И не только при неметастатическом кастрационном раке, кастрационно-резистентном раке. Даже если вы планируете лечение локального рецидива рака предстоятельной железы после радикальных методов лечения, и вы вспомните недавние вебинары, проведенные, которые есть на сайте РОУ, там написано, что время удвоения ПСА также имеет определенное значение в выборе пациентов, лечить или не лечить. Но лечить, несомненно, надо тех пациентов, которого указала нам зеленая гусеница в общем. И мы должны назначить либо ЭНС, либо АПОВА, либо ДАРЛУТАМИД на фоне проведения постоянной кастрационной терапии. По состоянию на 2020 год, это данное исследование уважаемых и любимых нами коллег, мы видим, что только 41% пациентов получали то, что нужно. Дальше цирка немца и полная анархия. Вы видите, что здесь представлено практически все. Это данные нашей рутинной практики. Ни в коем случае не буду троллить и подвергать какой-то глобальной критике докторов, которые назначали в этом случае и доцитоксел, в том числе. Я там не был, я не знаю, почему это было сделано, но сделано это было немного неправильно, мягко выражаясь. Да, у нас есть три препарата, и все три препарата, я упомянул здесь в том числе и торговые названия, однозначно увеличивают выживаемость без метастазов у пациентов этой группы. В частности, у пациентов, которые имеют время удвоения ПСА менее 10 месяцев. И это абсолютно хорошо доказано проведенными красивыми клиническими исследователями. Ну, собственно, Василий начал получать энзолотомид перорально в дозе 160 мг в сутки на фоне андрогенной депривации. Что мы ждали, чего ждал Василий, и чего ждали мы, когда мы начинали это лечение? Мы ожидали, что у пациента получится отсрочить появление метастазов почти на два года. Он попадет в ту группу пациентов, которые ответят на лечение. Этого мы, соответственно, ожидаем. Мы ожидаем снижение риска смерти на 27%. И мы, конечно же, ожидаем того, что антиандрогена второго поколения, в частности энзолотомид, обеспечит нам и нашему пациенту, в первую очередь, увеличение медиана общей выживаемости на 11 месяцев. Не бывает препарата, который сработает в 100% популяции. Но на основании регистрационных исследований, которые мы знаем, мы понимаем, что определенная часть, большая часть пациентов получит пользу от этого лечения. Как мы можем мониторировать ответ на лечение? Несмотря на то, что это кастрационно-резистентный рак, мы все равно будем смотреть за ПСА, потому что мы знаем, чем ниже упадет ПСА, тем лучше для нашего пациента по части выживаемости без метастазирования и общей выживаемости. За все в этой жизни мы платим. Наши пациенты платят за лечение побочными эффектами, то бишь нежелательными явлениями терапии. Они есть у всех трех антиандрогенов. Что у Энза, что у Аппола, что и Даррелутамид. Во многом они исходны, но имеют какие-то свои определенные моменты. Мы должны учитывать. Все равно вы должны учитывать возможные нежелательные явления. Как мы, Василий, мониторируем? Да в общем, сложного ничего нет. Конечно, мы оцениваем симптомы пациента. Пациент все равно, так или иначе, должен сдавать и клинический анализ крови, базовую биохимию и щелочную фосфатазу, если есть возможность рутинного определения. ПСА и тестостерон не реже одного раза в три месяца. Соответственно, когда мы будем делать КТС, ЦИНТИ, конечно, мы будем смотреть на клинику, на появление симптомов, мы будем смотреть на уровень ПСА, но как минимум каждые 12 месяцев. Да, пациент уже длительное время получает андрогенную депривацию. Назначать ему бисфосфонат, и вот просто так, потому что надо или это требует какой-то стандарт, ну, вы знаете, пару раз увидев остеонекроз челюсти, в общем-то, относишься к этому несколько иначе. Поэтому проще сделать денситометрию, если есть возможность, посмотреть и провести лечение костномодифицирующими агентами не в режиме один раз в месяц, а в режиме, которым лечит постменопаузальный остеопороз у дам, в частности, один раз в полгода или иной раз один раз в год. В зависимости от того, какой препарат мы применяем, мониторинг стандартный. В частности, если энзолутамид более склонен к тому, что вызывает у наших пациентов гипертензию, конечно, контроль АД. Учитывая то, что при применении аполутамида есть определенные сложности с гипотириозом, конечно, нужно посмотреть и на ТТГ. Но, в принципе, мониторинг несложный. Важным моментом является то, что все должно делаться вовремя. И фильмы тоже должны начинаться вовремя, и конференции вовремя заканчиваются. Поэтому пациентов с неметастатическим кастрационно-резистентным раком нужно лечить в случае, если они находятся в группе риска, а именно время удвоения ПСА у них менее 10 месяцев. Дальше момент какой. Если вы видите, что у пациента растет ПСА, является ли это поводом для смены терапии? Нет, не является, если по данным проведенного контрольного обследования вы не видите признаков метастазирования. Мы продолжаем в таком случае терапию в дальнейшем. Ну, конечно, если при этом нет ни клинической прогрессии, ничего больше. Но если ПСА растет, вы делаете стандартное рутинное обследование, есть метастазы, ну, здесь уже продолжать терапию не имеет никакого смысла. Терапию мы должны сменить. Конечно, успехом любого мероприятия является наличие хороших мыслительных способностей у доктора, наличие лекарственного препарата и комплоентности пациента по соблюдению наших рекомендаций. И достаточно длительное время таким пациентам мы могли предоставить только андроген-депривационную терапию. В настоящее время определенная группа пациентов с неметастатическим кастрационно-резистентным раком простаты обязательно должна получать комбинацию из андрогенной депривации с применением любого из трех зарегистрированных по этим показаниям антиандрогена второго поколения. Этим мы достигнем улучшения общей выживаемости, выжимаемости без метастазов, и это позволит нам, конечно, отдалить наступление метастатического этапа. Поэтому «ум всегда в дураках у сердца» – поговорка неприменима к медицине в принципе, потому что у нас сердце должно быть в дураках у нашего ума. Именно наши знания позволяют нам адекватно работать, адекватно лечить пациентов и достигать хороших результатов не только в хирургической и радиотерапевтической отрасли, но и в применении лекарственной терапии. Я благодарю вас за внимание. Я так понимаю. А, вот у нас есть вопрос в чате. В стандартах указано, что продолжительность лечения АА2 – это что такое? Антиандрогена второго поколения. А, понял. В среднем должна составлять 350 дней. Почему так мало, если по данным всех исследований пациенты получают их годами по 4-5 лет? В реальности они работают хуже, чем в клинических исследованиях? В стандартах указано, что 350 дней в год, да? Да. Я не знал. Я тоже не знал. Вы знаете, я никогда не стесняюсь сказать, если я чего-то не знаю. Но это, как сказала Мария Беркут, это абсурд. Потому что если у пациента терапия эффективна… До прогрессирования? До прогрессирования или до развития непереносимой токсичности. И коллега, который задал этот вопрос, я вот, ей-богу, буду признателен за ссылку на 350 дней, и, Сергей Александрович, вам ее непременно пришлю. Будьте добры, пришлите нам, и мы, несомненно, об этом поговорим. Сергей Александрович, вы хотите что-то сказать в заключение нашей заключительной… А у меня есть, можно я скажу? Конечно, конечно. У меня вот по поводу вот этого пациента Василия, или как там его звали, Ивана, 72 лет. Василий, Василий. Просто ситуация какая, вот мне кажется, что вот, ну, как бы мы поступили с этим больным, да, пришел пациент, у него данный за биохимический рецидив. Ему, конечно, надо было делать ПЭТ-КТ и смотреть, откуда у него все это дело. Если это местный рецидив, то ему надо было делать биопсию, верифицировать, доказывать местный рецидив, вот, и выполнять сальважную брахитерапию с очень высоким… Уровнем, успехом. Значит, даже если бы у него оказались бы пораженные, допустим, лимфоузлы, либо отдаленные метастазы, современная лучевая терапия позволяет очень, скажем так, существенно этот вопрос решать. У нас есть пациент, которому пса был 200, у него потом, ну, изначально мы облучили ему таз, провели сочетанную лучевую терапию, потом у него возник рецидив паратрахиальный в средостене печени. Роман Владимирович, я прошу прощения, извиняюсь, что перебиваю. Просто ведь все всегда решается индивидуально. Я не буду говорить о конкретных клинических мерах, но… Я просто к чему этот разговор, к тому, что если вот такие вещи возникают, что надо, мне кажется, пробовать еще использовать какие-то локальные методы… А его не взяли, не взяли его… Только к этому разговору, только к этому. Не взяли его ради терапии на спасительную брахиотерапию? Не взяли, вот, не взяли. Не делали ПЭТ. Я думаю, что к нам он точно не обращался, мы бы его послали на ПЭТ. Вы говорите, ПЭТ не делал, значит, не у нас он был. Хорошо. Значит, дело-то даже не в этом. Это один из случаев, в которых масса. И более того, этот случай как раз демонстрировал тот момент, что есть различные опции для лечения пациентов подобных ему. Вот. Я с этим пациентом познакомился заочно уже на этапе вот сейчас, что называется. Поэтому то, что сделано в прошлом и не нами, по-любому сделано правильно, потому что вы этого уже не измените. Увы. Вы согласны, что вот у такой категории больных всегда надо максимально пытаться… Конечно. Конечно. …использовать локальные методы воздействия, уже только потом переходить там АПЛ, УДАР и вот эти все ваши классные… Абсолютно верно. Если у нас есть шанс на избавление пациента от лишних лекарственных препаратов, то, конечно, его нужно максимально использовать. Если это не получается использовать, ну что ж, вы сделали все, что могли. Коллеги, я искренне благодарю вас за то, что вы нашли возможность мало того, что выступить, но так здорово выступить и так подготовиться. Я искренне надеюсь, что вы не откажете мне в следующих приглашениях участвовать, в том числе и в подобных мероприятиях. И, быть может, у нас будет больше времени. И если вы хотите что-то сказать, пожелать нашей аудитории, поблагодарить ее за терпение, милости прошу. Спасибо. Да, ну, на самом деле здорово. Каждый заклад сопровождался такими интересными дискуссиями. Эмоциональность, она только украшала их, даже в самом конце. Так все и получилось. Всем спасибо, Денис Георгиевич. Вы прекрасен. Спасибо, спасибо, Сергей Александрович. Спасибо, уважаемые коллеги. До новых встреч. И действительно, да здравствует общество, объединившее нас. И да здравствует те люди, которые нас поддерживают и помогают нам выходить в эфиры. Спасибо большое. Всем штатного вечера. И хорошей погоды. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует.